Мы сегодня продолжаем исследование послания апостола Павла к евреям. У нас сегодня на очереди пятая глава. Я уже не буду повторяться, ну как бы предыдущие главы, потому что каждый раз появляются новые люди, и я как бы много трачу время на то, чтобы повторить. То есть на кассетах это будет, я просто уже продолжаю пятую главу так, как будто все здесь присутствовали и раньше и слушали. Значит, пятая глава, с первого стиха прочитаем. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте, говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Значит, глава начинается с каких слов? Я прочитаю предыдущие два стиха из четвертой главы, потому что эта мысль продолжается. Ибо мы, это 15-16 стих, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. То есть, зачем это написано? Что такое наш первосвященник Христос может сострадать? То есть, вы понимаете, кто не был в нашей шкуре, вот как понять человека, когда он голодный, если ты не был голодным? Как понять, терпи боль, надо мужаться, надо терпеть, когда тебя ничто не болело? Нет. Как можно снизойти и понять, не побыв в шкуре человека? Поэтому написано, наш первосвященник Христос, что? Может сострадать. Почему? Он во всем уподобился братьям, как мы читали во второй главе. Все перенес, и поэтому нет того, что человек может пережить в жизни, что непонятно, непрочувствовано, неиспытано Христом. Заметите, для чего написано? То есть, иногда люди говорят, кто меня может понять? Ну ладно, человек, может быть, не всякий поймет, но Христос был в нашей шкуре. И знайте, Он знает, Он нашу боль вскоре переносил. Поэтому Он может сострадать. Что такое сострадать? Посочувствовать, понять, войти в положение, не осудить человека. Почему Он, допустим, блуднице, сказал, я тебя не осуждаю. То есть, сострадаю, понимаю, не одобряю, но тем не менее, как человек, что? Могу понять. Но уже не был в Ее шкуре. В Ее шкуре не был. Гулять не гулял Он, как эта женщина. Но я хочу сказать, Он был в той плоти, которая присуща. То есть, я так скажу, нашей плоти тоже присуща иногда. Да, приходит все-таки кое-что из мира, того, что мы говорим, ну, грех. Но тем не менее, один просто поддается этому, а другой, нет, он занимает какую-то позицию. То я хочу сказать, что Христу тоже не чуждо ничего было. Он был как настоящий человек. Но когда Он понимал, что это не то, Он не подчинялся этой похоти. И вот сказано, значит, Он может сострадать нам в немощах наших. И Он, подобно нам, искушен во всем. То есть, заметьте, провокации, искушения Он испытал всяких. Но только что ни разу не подчинился. То есть, кроме греха. Сделать Он не сделал. А побуждение Он тоже ощущал. И сатана тоже пытался Его к этому склонить. Посему, значит, поэтому, так как Он может сострадать, Он все знает, Он все прочувствовал, все испытал, поэтому, да приступаем с дерзновением, что только с дерзновением, с отвагою, с мужеством. Не пускайте руки, не хнычьте, не говорите, что у вас не получится. То есть, у нас тот Вожж, у которого все получилось, тем более, его вариант был хуже всех нас. Сатана ведь никого так искушать не будет, как его. От его жертвы все зависело. А от нас только лично наша судьба. Поэтому дерзайте, как бы, мужайтесь. Все возможно верующему, да? Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. И мы говорили, заметьте, престол благодати где находится? По храмовому служению, во святом святых, над крышкой ковчега являлась благодать Божья. Слава Божья являлась. Вот это было место в храме, место или престол, где восседал Бог, и где являлась, откуда исходила, что благодать. Там, как бы, Бог восседает, и оттуда, я говорю, как бы, что говорит к нам. То есть, заметьте, он сидит во святом святых, а некоторые имеют право войти во святое, некоторые только в каком-то дворе внутреннем, а кто-то во внешнем, а кто-то вообще за пределами храмовой территории, да? И заметьте, оттуда он как бы говорит ко всему человечеству о чем? Чтобы люди пришли куда? К нему. Заметьте, я просто напомню еще мысль. По посланию евреям идет центральная мысль через все главы одна мысль. Как верую войти во святое и святых? Об этом мы будем читать в следующей шестой главе и в десятой. Там написано, что Христос вошел во святое и святых пред течью пред нами. А в десятой главе написано, что мы имеем дерзновение войти туда за завесу. Вопрос возникает, зачем туда заходить? Это символ был. Святое и святых символизировало. Что символизировало? Зачем туда нужно было входить? В девятой главе евреям написано, что святилище, то есть святое и святых называется очистилище. То есть я такой пример приведу, что если мы молимся Богу, каемся в грехах, но плоть наша постоянно в этот грех лезет, то есть мы каемся, грешим, каемся, грешим, а как избавиться не знаем, то я так хочу сказать, по храмовому служению мы находимся где? Не во святое и святых. Потому что если бы попали во святое и святых, то, как это можно проверить, попали мы туда, веруя или нет, обязательно должно произойти очищение храма нашей души, нашего святилища. Если у нас в сердце живет грех, то значит, что мы находимся максимум во святом. То есть обряды, церемонии, читаем Слово Божие, знаем, какими должны быть, какими не должны быть, но не знаем, как таким стать. И вот сказано, да приступаем к престолу благодати, где сидит Отец, и где как бы теперь сел Одесную Сын Божий, заметьте, чтобы оттуда получить милость, это если мы упали, согрешили, но стараемся все-таки не грешить, то заметьте, что мы получаем оттуда? Милость, то есть прощение, снисхождение, Бог говорит, я понимаю тебя, и еще что получаем? И обрести благодать, то есть силу Святого Духа, для благовременной помощи в момент, когда нас сатана искушает. То есть он говорит, упал, иди, я тебя не осуждаю, но теперь иди и не греши, а как? Бодрствуй, мой дух тебе подскажет, только не делай ничего с горяча. Ты получишь благодать, силу Святого Духа, Он научит, наставит, напомнит, обличит. И если ты послушаешь и сделаешь так, то получишь что? Помощь, на конкретное время, когда тебя сатана искушает. А теперь пятая глава. Ибо всякий пересвященник, тут речь идет уже о человеке, из человеков избираемый, для человеков, обратите внимание, вот оборот речи, для человеков поставляется, но я как бы вставляю одно слово, но для служения Богу. А заметьте, почему не для служения людям? Вы знаете, что иногда люди диктуют пастырю, что нужно говорить, а то не заплатим. Заметьте, Богом поставляется для человеков, то есть, что людям нужно что-то разжевать, что-то объяснить, чтобы они поняли, чего им не хватает, как с Богом соединиться, да? Но написано, заметьте, для людей, на служение, значит, для людей, поставляемые на служение, но заметьте, но на служение Богу, то есть, людям ты должен рассказывать, но руководствоваться кем? Богом. То есть, как тебе Бог скажет? Не так, как, ну знаете, народ косо смотрит, то я меняю тему. Знаете, люди как бы заказывают. Помните, 1 Тимофея, вернее, 2 Тимофея, там 3 глава, 4 глава, что в последние дни люди будут что делать? Искать себе учителей, которые льстили слуху, чтобы льстили слуху, то есть, другими словами. Пусть рассказывают басни, пусть рассказывают какие-то интересные истории, но пусть не рассказывают о здравом учении, что нам не хватает для освящения. И вот сказано, что Бог должен руководить этим человеком. Он Богу служит, но для людей. Но руководитель его Бог. И заметьте, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Заметьте, не чтобы, и заметьте, из людей поставляемый пересвященник не может освобождать грехи или освобождать от грехов. А что может? Только приносить жертвы, рассказывать, как молиться, что делать, чтобы проще было уже сделанное преступление. И заметьте, кого избирали? Он должен был быть каким? Могущий, снисходить невежествующим и заблуждающим. Обратите внимание. Невежествующий или невежественный человек. Какой это человек? Ну, невежда у Писания какой? Несведущий, да? Неразумеющий, непонимающий, далекий от этого. И заблуждающим. Зачем им написано, зачем он должен был снисходить? Ну, я пример такой приведу. Если у священника нет снисхождения, он любит вычитать, отругать, такой-то рассекой, скажите, через него придет человек к Богу? Заметьте, чтобы через него он поставлен для людей, чтобы через него люди приходили к тому, к кому он обращается, от кого он как бы находится. И заметьте, чтобы через него люди пришли, он должен быть каким? Способным снизойти. Понять. Вы обращали внимание? Вот, ну, мы люди верующие, встречаемся. Знаете, кто-то в одном согрешу, кто-то в другом. Вот замечали, вот как иногда, ну, кто-то кого-то отчитывает, на вид ставит, перед всеми, таким тоном начальническим, я уже не говорю, перед церковью, на совет. Заметьте, в чем человек нуждается, когда он упал? Помните, когда блудницу привели, и встал тут, как говорится, Синедрион церковный, что написано в законе, что с ней сделать? Скажите, могла ли она увидеть в них Бога, любящего, доброго, снисходительного? Ведь они тыкали на нее пальцем, причем при всех, укоряя и добиваясь одного, что ее нужно побить камнями. И заметьте, когда пришел Христос, он там оказался, да? И они его спрашивают, то он как отнесся? Он не стал осуждать, заметьте, он не стал осуждать, снизошел к блуднице. Но я хочу сказать, он ведь снизошел не только к блуднице, он снизошел даже к тем, которые говорят о том, что им нужно побить камнями. Как он снизошел? Он мог бы взять и сказать. Он знал, кто из них, когда и с кем блудил. Он мог бы сказать, чья бы корова мычала, ваша бы молчала, ты тогда помнишь, с кем был, а ну иди, ну там, и начал бы называть. Вы понимаете, он бы их просто опустил тем же методом, как они опустили в глазах всех людей вот эту женщину-блудницу, да? Он их мог точно так опозорить, но скажите, он же пришел не позорить, цель-то какая у него? Спасти. Так заметьте, чтобы спасти их и не опозорить, он стал на песке чертить. Там никто не написал из-за евангелистов, что он писал. Но заметьте, написано, он же наклонившись, стал чертить, что-то писать там на песке или на земле. И там дальше написано, они же, будучи обличаемы совестью, то есть кто они? Вот эти, которые блудницу привели, которые очень хорошо знали, что нужно сделать с блудницами. Они же, будучи обличаемы совестью, один за другим, там написано, или удалились, или ушли. Скажите, какой совестью они были обличаемы, и в честь чего их стала совесть обличать? Что он там чертил? В каком-то фильме христианском он рыбку рисовал. Ну, это просто сказочки о золотой рыбке. Он писал, вот тот, кто ближе стоит, он вслух не стал говорить, чем он занимался, с кем и когда. Он просто сидел и писал вот так вот, я тебе, ты же был, вот тогда-то, то это, то это там. Он описывал то, что вот самый близкий к нему стоял, к нему. И он читал. И когда он увидел, что Христос знает все о нем, но даже вслух не сказал, ведь все же поняли, он понял, что его любят. Он, я же тебя, говорит, перед всеми не выставляю. И он, будучи обличаемый, то есть, типа, Господи, я понял, все, я с матовой удочки, рыбака кончилась. Второй подходит, что же там писал, он стирал, другому писал. На второго написал, на третьего, и так удалились все. А потом он стоит, и я не осуждаю тебя, и их он не осудил. Вы поняли? Так я к чему хочу сказать? Чтобы люди к Богу пришли через нас, и если они в нас не увидят чего? Умения и способности снизойти и понять. Вот заметьте, если человек не такой, как я, не так учит, не так понимает, не туда ходит, не то ест, не то пьет, не так молится, заметить, первое, что вот вы, вот у вас, скажите, что у вас в душе происходит, когда вы слышите такой свой адрес? Все, что угодно, кроме желания с этим человеком, с этим Богом в этом человеке общаться, правда? Заметьте, первая заповедь, любить, как? Хотя бы не вычитывай, снизойди, постарайся его понять. Поймите, вот один человек невежественный, но если учесть, что у него папа, мама, были алкоголики, что вы от него хотите большой культуры? Постарайтесь понять, даже если он невежда в поведении, между образованными культурными людьми, ну подойдите, отзовите его в сторону, где-то с чувством, каким-то таким, подскажите. И вы заметите, он когда почувствует, что его кто-то любит, что кто-то его не выставил на показ, или не сказал там, закрой рот, что он почувствует? К тому Христу, или к тому Богу, который он увидит у вас, вот именно в этом проявлении, он что? Потянется этот человек, ну Божий будем так говорить. И вот первосвященники, человекопоставляемые, должен был снисходить, стараться понять любого человека. И заметьте, это должно быть у каждого из нас. И заметьте, первым долгом не осуждайте, не рассуждайте о чьих-то грехах, а что? Постарайтесь его понять. Я вам скажу, это ключик в душе любого человека. Поймите даже бандита, не одобряйте, поймите его, постарайтесь понять, как он до этого докатился. И когда он увидит, что вы его стараетесь понять, а не помолчи, как ты мне уже надоел, не тарабань. Пока он не почувствует вот этой любви, он все расскажет, может где-то будет бахвалиться, где-то может, ну знаете, как говорится, не будет чувствовать стыда за что-то. Но то, что вы его поняли, то, что вы его не прогнали от себя, что вы вошли в его положение, постарались понять, вы заметите, как он там расположится, а после этого вы ему скажете, а как ты смотришь об этом? А вот на эти поступки, и он скажет, да, спасибо, извините. То есть он начнет что-то делать с собой, или Дух Божий в нем. Так вот, первосвященник, избираемый человеком, должен, он должен что? Мочь, он могущий, снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Заметьте, почему нам Бог допускает от трудностей в жизни? Я пример приведу. Вот заметьте, нам написано, что мы тоже должны что? Уметь снисходить к невежествующим и заблуждающим. Теперь, я никогда не пил, как я могу с ней зайти к алкоголику и вытерпеть его запах. Никогда не сидел в тюрьме, но я не говорю, что для этого нужно пить, но я говорю, мы в жизни, кому-то выпало на его долю, и быть пьяницей. А теперь пришел к Богу, теперь он может к алкоголику, что? Проявить то, чего не проявит тот, кто сроду не пил. Кто-то был в тюрьме, и у него подход будет больше к тому, кто сидел. Почему? Потому что сам был в этой школе. Кто-то был наркоманом, поэтому он к наркоману больше ключик подберет, лучше найдет подход. Заметьте, кто-то, но я говорю, если мы будем универсальными, ну в жизни, что уже накопили, то накопили опыт какой-то, багаж, да, но будем учиться какой-то культуре, какому-то благородству, какой-то воспитанности, то я хочу сказать, мы сможем и с образованным человеком, да, и с высокопоставленным, мы сможем и с падшим человеком, но заметьте, любого человека нужно понять. Вы замечали, вот был человек очень образованный, когда он сидит, у него рот не закрывается, он очень много знает. Но все сидят и как бы внутри говорят, ну и выскочь, ну уже окончил. Я говорю, постарайтесь понять, всю жизнь был начальником. Постарайтесь понять, что если человек не был, был бы начальником, но таким, как если-то начальник. Вася, ты не пойдешь яму выкопать? А не пошел, сын, товарищ начальник, сам выкопать? Начальник пошел, взял лопату, стоит, ковыряет лопатой. Скажите, он будет когда-нибудь начальником? Работа такая, и люди такие, что иногда нужно себя поставить начальником. Ну вот он всю жизнь ставил, ставил, вошел в эту роль, а теперь вроде уже не надо, приземлился. Ну я ж профессор, я ж доктор наук, не знаю каких, но наук же ж. Казалось бы, да он понимает, что нужно помолчать, но это привычка, и заметьте, если вы постараетесь его понять, даже говорливость, просто снизойдете и выслушаете, вы согласитесь, что он у вас почувствует какого-то, ну союзника хотя бы? А это уже вы делаете шаг к чему? К тому, чтобы этот человек пришел к тому Богу, которому и вы служите. И заметьте, потому нам Бог допускает трудности, потому мы обложены немощью, потому у нас головные боли, мигрени, болезни, инвалидности. Я вот такой пример приведу, вот знаю людей некоторых, ну у меня была знакомая, значит, в возрасте до 20 лет женщина в Западной Украине попала под поезд. Обеих ног нет. Голова растрощена, еле ее склеили, сшили. Боюсь соврать, кажется, и одной руки нет, или части. Ну представьте, женщина в возрасте до 20 лет это была еще девушка, двух ног нет, части руки нет, голова перекроена, ну все ребра поломаны, ну живая осталась. Вышла замуж, родила двух детей, далее, в советское время, значит, за религиозные убеждения, ну гонения были, она на коляске, в какую только мэрию не заедет, заезжает любому начальнику, и когда кто-то начинал скулить, ну типа, жизнь тяжелая, гонения, вот, то голова болит, то тут стреляет, и всегда говорили, пойди к той женщине, у нее голова не болит, и нигде не стреляет, все уже отрезано, где стреляет, и когда кто-то приходил, смотрел, а лицо у нее, я ее просто лично знаю, а лицо у нее такое, вот что бы ни было, сияет, радуется, и говорю, вот отрежь, поставьте себя на ее место, лишитесь двух ног, от части одной руки, беременная была, выносила двух детей, представьте, она вышла замуж за хорошего, за человека, который верен ей, это тоже надо суметь, каким надо быть, наверное, за то, что она сияла, за то, что она не была занудой, может, за это ее взяли, хоть и ног не было, она была для всех, она каждого могла понять, она пережила, и я говорю, почему мы обложены немощи, вы поняли, почему нам Бог допускает, и то, и спать, и то, чтобы потом имели сочувствие, сострадание к другим, не бывает так в жизни, когда где-то мы не снизошли, проходит время, и точно в ту ситуацию попадаешь, и говоришь, ну почему, ни у кого сочувствие, ни у кого сострадание, а потом все успокоятся, и мысль, а ты помнишь, ты помнишь того инвалида, ты помнишь, что ты ему говорил, бодрись, или крепись, за границей нам поможет, молись Господу, а человек от тебя хотел слово получить, какое-то сочувствие, сострадание, ты вечно куда-то летел, а теперь так же все летают, знаете для чего? Чтоб ты сел, поразмыслил, сделал какие-то выводы, в чем-то раскаялся, что-то дошло, и чтобы изменилась интонация, и когда кто-то будет нуждаться, заметьте, после этого ты уже, если выздоровеешь, то что? Пойдешь и начнешь проявлять сочувствие, сострадание, почему? Побыл в этой шкуре, кое-что понял, кое-что дошло, а теперь, говорит, каюсь, Господи, и приношу достойный плод покаяния, да? Потому вот, когда у людей возникает вопрос, зачем Бог нам допускает такое? Вы поняли, зачем? За одного битого десять небитых дает. Пословица такая. И смотрите, и посему он, этот свеч, первый священник, и человекопоставляемый, он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Заметьте, он был обложен немощью, точно так же грешил, ну, может, меньше, но грешил. И заметьте, если бы он не грешил, то он что? Не был бы в такой плоти, первый священник, из людей избираемый, то что? Как бы он мог снисходить к другим людям? Но так как сам был в такой же шкуре, и сам на себе что-то испытывал, то что? Это давало ему терпение просить за народ. Я вам пример приведу. Вы помните Моисей, но он не был первосвященником. Арон, ну, как бы, от Арона пошел род первосвященнический, как бы, да? Но я что хочу сказать? Вы помните, Моисей вел израильский народ 40 лет по пустыне. Что вытворял народ против Моисея? Чего он только не слышал в свой адрес? Скажите, если бы он не прошел 40-летнюю борьбу, когда, помните, 40 лет в пустыне пас овец, и он, ну, будем так говорить, перевоспитывался от фараоновского воспитания, потому что, знаете, замашки были фараоновские. А народ, чтобы вести, то нужно, и тем более, Божий народ от имени Бога, нужно замашки, какие были? Иисуса Христа, пастыря, попечителя душ, а не большого начальника, да? И заметьте, он действительно научился, и когда они вытворяли, то столько фокусов, столько обвинений было, и помните, Бог испытал Моисея, сказал, отойди, говорит, «Я их уничтожу, от тебя Моисеевичу произведу хорошеньких таких вот». А он что сказал? «Не надо мне Моисеевичев, ну, в смысле, только от меня, мои дети, мои потомки, говорит, если их, то и меня». Скажите, понравилось Богу? Он проявил чей характер? Так Бог и так и хотел, чтобы Моисей таким был. Что это за пасырь, который говорит, «Давай, давай, Господи, впередной их побыстрее». Как иногда пасырь, «Баба с возоком более легче, правцу». Понимаете? Вот здесь как бы речь идет о том, что он почему из человека избирался и в немощах человеческих, чтобы что? Возрастая, борясь, выходя из положения плоского человека, все на себе испытал, что когда будет молиться за людей во святом святых, то что? Ему же нужно будет как бы умолять, Бога, да? О ком? О народе, который какой? Невежественный, постоянно заблуждающий и вечно на нервах играющий. И заметьте, если бы первосвященник был психованный, он мог бы упросить Бога или пошел бы просить вообще? Нет. Вы поняли, почему бы такой человек избирался? Не святой, ну, абсолютно, ну, как ангел Божий, да? А у человека, прошедший что-то, испытавший на своей шкуре, потому он мог и предстоять, и просить сочувствием, состраданием за кого он просит. И дальше написано, и никто сам собой не приемлет этой чести. Какой чести? Быть первосвященником. Ну, буквально, в израильском храме или в обществе. Но призываемый Богом, как и Арон, то есть, заметьте, первосвященником, заметьте, первосвященником кого назначали или кто назначал? Он избирался кем? Богом. А теперь смотрите, так и Христос, к чему это подводится? Христос же стал первосвященником, мы читаем, по чину Милхиседека. А евреи понимали, что первосвященником или священником может быть человек из колена какого Левия, а он был из колена какого Иудина. Поэтому он не мог стать первосвященником, буквально, да? Не мог в храме совершать служение. Но заметьте, речь идет, заметьте, какое иносказание, что все, что первосвященник собой символизировал, Христос что? Тоже пришел в той же плоти, прошел тоже борение и тоже не сам себя выдвинул на должность первосвященника, а кто? Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, с большой буквы, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Так заметьте, кто его поставил? Как когда-то Аарона Бог ставил, так и теперь сам Отец Небесный, тот же самый Бог, ставит на это служение кого своего сына. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Милхиседека. Задаю вопрос, почему никто из священников не мог быть вовек священником? А потому что это люди были грешные и смерть не давала ни одному пребывать вечно. А так как сей не согрешил и достиг чего? Святости и вечной жизни Божьей, то что? Стал первосвященником на век. И здесь сказано по чину Милхиседека. Я коротенько забегая наперед скажу, чем отличается чин Милхиседека. Это евреям седьмая глава. Сейчас я вам скажу, что такое значит чин Аарона. Одиннадцатый стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, то есть имеется ввиду совершенство внутреннее, возрастание в Боге, во Христе, если бы оно достигалось посредством левицкого священства, что ты при храме от этого просто и освящаешься, ибо с ним со священством сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться. И вопрос возникает, и вопрос как бы возникает, что такое чин Милхиседека, что такое чин Аарона? Смотрите, с тринадцатого стиха читаю, седьмая глава евреям, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал, то есть Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. А теперь смотрите, и это еще яснее видно из того, что по подобию Милхиседеков остается священник иной, который не таков по закону заповеди плотской, но по силе жизни не приходящей. Обратите внимание, что такое чин Ааронов? по закону заповеди плотской. Для того, чтобы быть первосвященником или священником, нужно было обязательно быть в законе заповеди плотской. Какой? Буквально быть в чем? В родословии, в потомстве от кого? От Аарона, от Левия. И заметьте, что такое чин Аарона? Чин Аарона это избирание на служение по принадлежности к роду. А что такое чин Милхиседека? Смотрите, по силе жизни непристающей. О чем речь идет? О какой жизни непристающей идет речь? И о какой силе? Заметьте, сила духовной жизни, сила любви, сила терпения, которые никогда не перестают. Те, которые живут по законам неба и любовь не перестает, мир не теряется, терпение не теряется, мир постоянный и не перестающий, это о чем речь идет? Как этот человек не может быть первосвященником или священником, если что? Налицо святость души этого человека. Это уже заметьте, чин мелхисидека. Я так скажу, есть врач от мединститута, а есть от Бога. Слышали вот такое? Чем отличается? От мединститута это так на тройке выучился, рецептов, взял справочник по рецептам, и то сидит с этого рецептурного справочника, вам выписывают, не уникая, не рассуждая, заплати деньги, иди. Или будешь жить, или помрешь, ему все равно. Заметьте, а врач от Бога? Он каждому человеку особый подход. Каждому человеку у него эксперимент, у него наблюдение, у него поиск, он с Богом все время что-то мудрит, что-то копается, и заметьте, у него всегда новаторство, у него всегда поиск, и в него всегда, будем говорить, достижение. то есть вы поняли, что такое чин Мелхиседека? Он удостоился быть первосвященником навек, почему? Достиг чина Мелхиседека, заметьте, тот был первосвященником, и был в родстве от Левия, но внутри не был освященным, как должно быть, а этот вроде бы не был в этом роду, но что? Достиг полной святости, то как же его нельзя назначить или поставить первосвященником? Он по существу подходит, да? Один окончил училище, автомастер, машины не выезжают, заезжают своим ходом с этого, с гаража здесь бокса, вытягивают их, а другой не имеет корочек, любая машина, которую тянут на тросу, от него выезжает своим ходом. Так скажите, кто мастер? У кого корочки или у кого голова? Я уже так буду говорить, или у кого корочки в голове, у кого голова и машина едет. Наверное, тот, у кого машина едет. И вот смотрите, значит, седьмой стих, Он, то есть Христос, это пятая глава евреям, седьмой стих, Он в одни плоти своей, заметьте, почему сказано в одни плоти своей, что Он пришел, заметьте, и получил такую же плоть, как и мы получили свою, ну, когда родились, в одни плоти своей, то есть заметьте, что Он не был в каком-то духовном теле, как некоторые объясняют, в одни плоти своей, такой же, как и наша, смотрите, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, смотрите, молитвы и моления, и услышал, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, то есть заметьте, как Он стал священником во век починный Мухиседека, то есть, чтобы удостоиться такой чести, что Он для этого сделал, смотрите, вот Он, что делал в одни плоти своей, Он, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, вопрос задаю, от какой смерти Он молился, чтобы его Отец спас, если от смерти на кресте, то здесь написано, что услышан был, значит, тогда Христос не должен был бы быть распятым, не должен был умереть, правильно? Но мы знаем, что его распяли, значит, не об этом идет речь, не об этой смерти, от какой же смерти Он просил избавить? Помните, нелюбящий брата пребывает в чем? В смерти, то есть, психованный, гневливый, раздражительный, завистливый, жадный, гордый, это в чем пребывает? Порок его, как червь, тучит, у него весь тонус жизненный, что весь потенциал опускается, помните стих из притчей? Унылый дух, я добавлю, завистливый дух, обидчивый дух, сушит кости, то есть, другим образом, как он действует на наше здоровье? Убивает, умерсляет, а веселый дух, добрый настрой, дерзновение, с Богом не проиграем, хоть и безвыходная ситуация по-человечески, но если Бог есть, может ли быть безвыходная ситуация? Заметьте, человек всегда смотрит на что? На будущее, и смотрит на это как весело, если Бог есть, будет выход, а если погибну, ну, для меня смерть, в обретении, как Павел сказал, меньше мучиться бы на этой земле, то есть, я хочу сказать, он по-другому уже смотрит, так вот смотрите, Христос просил спасти его от чего? От смерти, другими словами, от смерти греха, то есть, заметьте, Христос, если бы один раз сорвался и психанул, то что? Это было равносильно гибели его личной, далее, всего человечества нашего и нас, включая, да? Почему? Он мог спасти нас, взяв наши грехи на себя, только при одном условии, если сам при этом что? Не согрешит. Если бы он согрешил, а потом говорит, я беру ваш грех и за ваш грех умираю, ему будет что сказано? Ты, говорит, за свой грех заработал, получи, дорогой. Ты за свой сейчас получишь, а ты наш еще берешь. Он должен был ни разу не согрешить, ибо один грех равносилен, чему был его собственной смерти. Он должен был быть наказан и уничтожен, как всякий грешник и как сатана. Так о чем он просил? С сильным воплем со слезами. Поймите, здесь речь идет не о том, что иногда, ну, извините за плохое выражение, сопли пускать и слезы, и вот, знаете, вот такое слюнкайство перед Богом. Знаете, вот есть некоторые, говорят, видите, сильный вопль, слезы, я говорю, послушайте, здесь не о том идет речь, не охныканье, понимаете, слово охныкать. Это роптать, ну, такой слабый, ничего не получается, что делать, где-то вот в таком смысле, а здесь, смотрите, с сильным воплем и со слезами, то есть, такая агония, такая борьба, и заметьте, что он делает при этом? Точно то же, что Иаков. Помните, ночь в борении Иакова? Не отпущу, заметьте, больно, поврежден состав бедра у него, помните? От боли обычно человек что делает? Такое борение, ну, от всех, понимаете, да? И заметьте, боль претерпевает и держит и говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь. Я так скажу, что такое не отпущу тебя? То есть, я сопротивляюсь греху. Это я как бы о Христе говорю. Сильным воплем, со слезами, сатана давит, мучит, издевается, оскорбляют, плюют, издеваются, это через всю жизнь было. Улавливают за каждое слово. Я делаю добро, они мне пакостить, только видят плохое. И заметьте, сатана давил на плоть. Представьте, сад Евсиманский, берет трех лучших, три столпа, ну, лучших учеников, идите со мной, пободрствуйте. Только стал молиться, приходят ученики вообще в отключке. Он говорит, так ли вы слабы, что не моете со мной чуть-чуть пободрствуйте. Если бы вы знали, как мне тяжело. Просто скажите, вот как действует. Вы помните, в саду Евсиманском у него кровавый пот выступал, от чего? Такая борьба и такое напряжение было с каким-то внутренним искушением. Заметьте, сосуды лопали, чтобы пот кровавый выходил. Это такое было напряжение. У нас сегодня так, либо инфаркт, либо инсульт обычно. Ну, что-то из этой области. И заметьте, что такое сильный вопль со слезами? Он противился греху, не допуская даже мысли, что все-таки он сникнет, опустит руки и сделает его. И заметьте, как бы что? Сильный вопль от борения, противостояния греху твердой веры, и при этом говорит, все равно не уступлю греху, пока ты что? Не дашь силу мне одолеть, победить и освободиться от этого. То есть, речь идет не просто о молитве и молении, а заметьте, о крике души, которая при этом, что? Не просто влезла в грех, лезет в грех и кричит, а заметьте, сопротивляется греху, и что? И говорит, буду сопротивляться до тех пор, пока не благосовещен, что у меня пропадет вообще желание это делать, что я спокойно от него отойду, оно меня больше не будет трогать. И вот сказано, смотрите, услышан был за свое благоговение. Обратите внимание, а в чем он проявил благоговение? Кто побуждал его, Духом Святым, к тому, чтобы он не уступил греху? Кто? Не Отец ли Небесный? Понимаете, в чем есть наше благоговение пред Богом? Когда Бог ныне, когда услышите глаз Его, или мой, как бы я так уже скажу, да, ну, Христос здесь и говорит, то что? В чем наше благоговение? Когда Бог говорит, вся земля, да, благоговеет, это как? Слушай, делай, вот то, что Он тебе говорит, вот это есть, веруй. Как веруй? Он говорит, не делай, сын мой, не делай этот грех, совесть тебя осуждает, но плоть хочет. Не делай этого, и заметьте, в чем благоговение? Если Дух Божий говорит, не делай, скажи правду, не воруй, не смотри на женщину, там, не обманывай, в чем благоговение наше? Не упасть в грех, не упасть в смерть, то есть что? Послушать Христа, распять эту плотскую похоть, и что? И не подчинится ей. Скажите, это благоговение? И заметьте, услышан был за свое благоговение. Почему? Сначала страдание, а потом был услышан. Помните, Луки 18 глава, притча о вдове. Он говорит, должно вам всегда молиться, и не удавать. Почему написано, всегда молиться? Вы заметили, что человек вот так, помолится, помолится, нет ответа, и дальше что? А, видимо, это не для меня, да? И начинает что? Унывать. А там он приводит притчу, например, должно всегда молиться, заметьте, признак верующего, это что? Всегда молиться, а если он молится, то что? Не потерял надежду, и как бы надежда у него что? Не пропадает, не умирает, говорят, надежда умирает последней. Когда? Когда я уже умираю и сам, тогда умирает и надежда. Но пока живой, надежда не умирает. Должно всегда молиться, то есть всегда надежду не терять, и если сразу ответа нет, то что? Не унывать. И дальше притча о вдове, помните? Там был богатый этот, не богатый, а судья, и кто-то обидел эту бедную вдову, судья не хотел защитить, потому что, видно, богатый этот соперник дал взятку. И помните, что она делала? В чем ее вера? Так как она приходила и надоедала, докучала этому судью, он не хотел ее защитить, бога не боялся людей, не стыдился, а потом как бы что, хотя я и бога не боюсь, и людей не стыжусь, но какая-то вдова не дает мне покоя, она мне заколебала. Я ее защищу только потому, что, чтобы она больше сюда не приходила. И дальше написано. Слышите, что говорит судья неправедный, заметьте, даже неправедный, злой и взяточник, если вы неотступны, и что? Не выдержал, не выдержит. А дальше он говорит, бог ли, ну, получается, праведный, что? Не защитит ли избранных своих, заметьте, как написано, избранных своих, заметьте, это людей, которых он уже что, к себе избрал, как-то приблизил, слушайте, вопиющих к нему день и ночь, слушайте, ну, разве избранный, ну, такое вообще положено вообще, как вы думаете? Ну, если избранный, любимый сыночек, любимая дочечка, что бы вы ей придумали? Чтоб вопила день и ночь, закричала от страданий, или вы бы сразу же не подложили, смягчили, помогли, правда? Заметьте, бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и слушайте, не защитит ли, то есть, что здесь подразумевается? Защитит, а дальше написано, хотя и медлит защищать их. Вопрос возникает, а почему медлит? А помните стих, по вере вашей да будет вам, бог сразу не отвечает на нашу молитву готовым результатом, даренному коню, знаете, в зубы не заглядываю, если бог вот так просто, раз, и дал освобождение от выпивки, вы знаете, коль так легко освобождается, ну, что бы не еще, не попробовать выпить, и так опять, раз, и опять, заработал в тюрьму, посадили, помыли, заразы, освободился на свободе, как Филипп, духом, скажите, что я буду делать? Коль легко дается прощение, освобождение, платить по счетам не надо, то у человека что будет? Будет ли он ценить? Заработанные деньги человек просто так не тратит, а если ему кто-то, там, папа, мама, наследство какое-то выпадает, вы заметите, дискотека, рестораны, лучшее там, как говорится, наслаждение, да? И вот здесь мысль такая идет, что смотрите, Христос услышан был за свое благоговение, заметьте, услышан после страдания, да? И тут мы только что прочитали, в Луке 18 главе, что? Что тоже Бог защитит, но заметьте, сначала медленно, что он проверяет? Веру, то есть, тот, кто хочет действительно получить, и в сердце у него эта жажда, заметьте, скажите, он добьется? Заметьте, вы поняли, почему Бог сначала не отвечает, а допускает испытания, и как будто бы его нет, как будто бы небо свинцовое не отвечает? Для чего? Проверка веры. И заметьте, происходит естественный отсев, люди сами определяют себя к одной из групп верующих, кто действительно верующий и неотступен, тот получает, а кто постучал, постучал, не получается, искушения навалились, и трудности возникли, и он говорит, видимо, это не для меня, то этим он что определяет? Бог как бы говорит, вот так ты и хотел. По вере вашей, да будет вам. Если ваша вера твердая, неотступная, и вы, как Яков, говорите, не отпущу, пока не благословишь, то что? Получишь. А если ты постучал, кто тебе, ну, чуть-чуть, сразу не ответили, дальше что? А, видимо, так и должно, такая моя судьба, мне мама и говорила, с тебя толку не будет. Вот то ты так хотел. Вот то мы сами не захотели проявить настойчивость. И почему? Да мы этого просто не хотим. Кстати, вот то, что я вам сейчас читаю, это рожевый, я так хочу сказать. Вот то, что я рожевый, это еще не поможет. Это поможет только тому, кто неотступен, но не знает, как. Если он этого хочет, только не знает, как, он это послушает и начнет арабанить уже, знаете как? Я вот приводил пример. Я говорю, представьте, вы живете в доме, ночью стук в дверь, вот такой там, легенький, таким голосом, откройте, убивают меня. Что вы подумаете? Убивают. Вот такой стук. А если пришел и так бьет в дверь, что вы смотрите, сейчас и бронированная дверь с петель слетит, точно убивают, надо открывать. Правда? Так я говорю, когда человек хочет, знаете, как он молится? Он неотступно, он с рвением, он в поиске, он в переживании, он ходит, он спрашивает, у него вопросы, он не сидит, он, знаете, не знает, энергия есть, только не знает, как его направить, чтобы достичь. А есть люди такие, верующие. Говорю, на какую тему хотели бы поговорить сегодня? И сидят в таком расслабленном состоянии, а нам, брат, все равно прошли, мне, что-нибудь говори. И у меня дар речи пропал, говорю, спасибо. Можете не молиться о том, чтобы Бог вам что-то открыл, вы вообще ни в чем не нуждаетесь. Так вот сказано, смотрите, Христос был услышан за свое благоговение, не сникать, не роптать, ну, что сразу нет ответа, и заметьте, и избранные тоже получают. Если окажутся верными, неотступными, как эта вдова, то что? Получат вскоре. Задаю вопрос, что значит вскоре? Вскоре может быть через день, вскоре может быть через минуту, вскоре может быть через год, вскоре может быть в конце жизни. Вопрос задаю, вскоре, от кого зависит, от Бога или от человека? От нас. Чем дольше хнычим и ропщим, тем дольше не будем получать. Когда же настанет момент, и мы скажем, Господи, не отпущу, пока не благословишь, буду стучать, сколько, когда у нас внутри это происходит, не просто мы произнесем, а мы к этому созерним, то Бог говорит, все, от этого я и хотел, чтобы ты твердо принял, четкое положение, что ты верующий, на, получи. Вот на этом и кончается испытание. Заметьте, сколько хнычим и ропщим, столько будем и роптать, и не будем получать. Как только перестанем и не будем унывать и хныкать, а будем говорить, не отпущу, пока не благословишь, все, вскоре наступило, получи. То есть вы поняли, от кого это зависит? Христос этим же путем шел к должности, я так буду говорить, или к работе великого пересвященника, заметьте, сильным воплем со слезами в одни плоти своей принес молитвы и моления, он так просил Господню, не буду, не подчинюсь греху, буду его распинать, и не позволю плоти войти, в меня, вернее, греху в мою плоть, пока не благословишь. И заметьте, он слушал, что Дух Святой говорил и повиновался, это было его благоговение, и за то, что он твердо стоял, не колеблясь, как Виакова, первая глава, вы помните, да просит с верой, немало, не сомневаясь. Поэтому и услышан был, ибо сила Святого Духа была дана, смотрите, для благовременной помощи, что мы читали в предыдущей главе, последний стих. На каждый день Дух Святой Его крестил, давал силу одолеть те искушения, которые были в течение предстоящего дня, или прошедшего, я так буду говорить уже, если день кончался. И дальше написано, «Хотя он и сын», добавляю, Божий, скажите, много ли есть родителей, которые своему сыну, имея возможность заплатить, чтобы он поступил в институт и учился за деньги родительские, или дать взятку, или как, пойдет на то, чтобы «Хотя он и сын, и у меня деньги есть, и знакомство есть», нет, пусть лоботряс идет и сдает экзамены. И если не сдаст экзамены, пусть берет лопату и учится жить. Заметьте, обычно все равно как-то родительское сердце, оно не пропурорское. Лоботряс ты, лоботряс, ну на тебе все-таки, ты меня потряс, на тебе, деньги иди поступай, или пошел сам отнес. И смотрите, вот здесь написано, «Хотя он и сын», заметьте, никакой поблажки ему не было, плоть дана была человеческая, и заметьте, «Хотя он и сын, однако страданиями, слушайте, навык послушания». Теперь вопрос как бы задаю, что такое слово «навык послушания»? Что такое навык? В привычку, в естество вошло всегда естественно быть послушным Богу. Но заметьте, этот путь через каким, этот результат каким путем достигался? «Страданиями», то есть «барением». Плоть не всегда хочет идти тем путем, не всегда согласно, часто хнычит, опуская руки, плачет. И заметьте, ему не было никакой поблажки, «хотя он и сын Божий». Теперь я вспоминаю, почему в первой главе написано, и вот мы читали в предыдущей главе, или в этой же главе, почему в первой главе евреям написано, почему там я задал такой вопрос написано, «и буду ему отцом в будущем времени, и он будет мне сыном». То есть, когда он был рожден отцом на небе, да, он был тоже как царский сын, так будем говорить, Божий сын, но он тогда не заслужил быть, ну так будем говорить, по родству стал как бы царем вселенной, да, поэтому еще не было того, будем говорить, испытанного, прочувствованного уважения ко Христу, какой он приобрел, когда он пришел на нашу землю и доказал, что я, ты, я твой сын, а ты мой отец. Чем он это доказал? Когда ты будешь говорить, и я в человеческой плоти всегда буду слушать, тогда я скажу, сей есть сын мой возлюбленный, вот теперь это сын, то он по юридически, по документам, по факту рождения, а теперь по соответствию, по послушанию, по благоговению, по уважению ко мне. И вот сказано, хотя он и сын, однако страданиями, навык послушанию, заметьте, так какой путь, чтобы достигнуть послушания? Страдания, теперь, заметьте, а страдания за что? Неотъемлемая часть христианской жизни. Помните, Якова 1 глава, буквально там 2 стих, «Братья мои, с великой радостью принимайте, когда упадаете в различные искушения». Слушайте, дикий смех, «с великой радостью, когда вас обдурили». Это же искушение, это же провокация за правду вступиться. Когда на вас наговорили, когда вас унизили, когда всем раздавали, а вас забыли, а вы рядом стояли. Правда? Такое искушение, что-то сказать кому-то? Ты что, осел? С великой радостью почему? Я вам скажу, вот я сказал за ту женщину, которая была инвалидом, она всю жизнь радостная. Не, заметьте, для веры из чего? Не должно быть печалью, но это, конечно, путь определенный, чтобы таким стать. И смерть не должна быть печалью, и есть тем и с Господом, и в Господе, как и Павел пишет, для меня смерть, что? Да хватит мне по сорока ударов без одного получать, я уже на полчаса, хватит мне в корзинах, тут спускают, как космонавта, откуда-то, или с корабля на шлюпку. То побои, то разбойники, то свои синедриончики ловят. Для него смерть приобретение. А если испытание, то это что? Заметьте, если я не стремлюсь накачаться, и мне говорят, слушай, вот гирька тебе, ты не хочешь, тебе подарочек гирьку? Ой, ну за что мне эту гирьку? А если я хочу накачаться, хочу заниматься, хочу быть сильным, то, заметьте, подарок гирькой, как воспринимается? О, хорошо, а штанги у вас нет? Потяжелее. Заметьте, в удовольствие человек бегает, в удовольствие занимается спортом, нагрузки принимает. Почему? У него это цель что-то достичь. И заметьте, другого пути нет к послушанию. Заметьте, а послушание и заметьте, сказано, послушание, это что уже, навык, это привычка, это уже естество такое, послушное Богу, да? И заметьте, где происходит уже навык, это не в очистилище, не во святом святых, теперь заметьте, чтобы войти к составу во святое святых, достигнуть полного, совершенного послушания Богу, когда плоть вообще не противится Богу, то заметьте, это путь страданий. А теперь я такое хочу сказать. Забегая наперед, в 10 главе евреям написано, что Христос открыл путь во святилище, этот путь называется новый и живый, помните? и открыл, он, заметьте, там написано, сквозь завесу, и дальше запятая стоит, то есть плоть свою, заметьте, завеса между святое, и святое святых, что обозначало? Плоть его, так? А теперь заметьте, что нужно, так заметьте, что мешает нам войти во святое святых? Наша плоть, наша гордость, наша обидчивость, наша жадность, и заметьте, пока она висит, живая, неубитая, не разодранная, то что путь там, что туда закрыт? Вы знаете, почему, когда Христос умер на кресте, там написано, и завеса в храме разодралась сверху донизу? Скажите, что это обозначает, почему разодралась? Потому что завеса символизировала плоть Христа, и когда Христос распял свою плоть, то что? вошел во святое святых, я уже так буду говорить, да? То что? Бог как бы говорит, сегодня с этого момента вот этот храм, вот эти скиния, вот эта скиня, святое святое святых, и завеса уже фактически устарела. Христос пришел с большей скинией, и какой? Совершеннейшую, совершеннейшую, не такового устроения, то есть не из камня сделан, а еще Бог эту скинию, дом нерукотворенный и вечный, Христос с этим домом служил Богу. Бог поселился в этом доме, а не в том. И заметьте, Он распял свою плоть, то есть завесу, и вошел во святое святых. Поэтому в буквальном храме что произошло? Все. Прообразы уже не святые. Прообразы потеряли свою суть, смысл. Теперь что нужно? А где учиться? Не на прообразах, а на живом Христе. Тем путем новым и живым, которым Он прошел перед нами, во святое святых, теперь что? Не нужно туда входить, ну, в буквальный храм. А куда нужно? В духовный храм. Во Христа входить, Он свою жизнью рассказал и учением своим объяснил. И вот здесь мысль такая, смотрите, что? Страданиями навык к послушанию. Заметьте, чтобы войти во святое святых, нужно разодрать или распять плоть. А плоть это что? Это наша греховная натура, которая всегда противится Богу, ожесточается. И заметьте, чтобы войти во святых, нужно распять плоть со страстями. А это страдание. Пример приведу. Как распять плоть со страстями? Заметьте, если человек в веру и входит во святого и святых, то он отчего что может от чего освободить? От курева, от выпивки, от наркотика, от воровства, от зависти, обид, гордости, жадности может освободить? Крика, гнева. Но заметьте, что для этого нужно сделать? Распять свою завесу. Другими словами, как? Смотрите, страдания, привык курить и нужно бросить. Скажите, после того, как я курил и теперь решил бросить, скажите, плоть страдает, когда я ей не даю покурить? Если я даю ей лекарство, чтобы она не страдала, то есть подкуриваю, то наша плоть какая будет? Живая, животрепещущая и упирающаяся ногами и руками не даст Христу войти в сердце этого человека и очистить от этой привязанности. Значит, смотрите, как нужно распять плоть, ну, в вопросе с куревом. Пусть она страдает. Это как нужно сделать? Умру с сильным воплем, со слезами. Что? Как бы мне не советовали чуть-чуть курни, одну затяжечку, чуть-чуть гульни, чуть-чуть уколись, чуть-чуть сто грамм подпей, чтобы не сразу, а то ломка, белочка будет. Заметьте, что такое твердая вера? Как бы ни было тяжело, да, плоти будет ломка. Но есть, и вы помните, почему сразу Бог в первую минуту человек вызвал к Богу, почему Бог сразу не отвечает? Что он делает? Проверяет веру этого человека. И если ты страданиями идешь, то есть распинаешь желание курить, или пить, или колоться, или матюкаться, или что хотите, и не позволяешь руке своей протянуться, ноге своей пойти, рту своему открыть, за чтобы туда что-то залить, то заметьте, что этим проверяется или доказывается? Твердость нашей веры. И если человек скажет, Господи, вот умру, буду качаться здесь, но не пойду и не протяну руку к тому, от чего прошу меня избавить, то что может наступить? Вскоре защищу. Бог может вот тут сразу вот так и сделать. То есть вы поняли, что такое навык послушания? Через страдания. Навык избавления от порога, это происходит во святом святых, как бы в присутствии самого Бога. Чтобы Бог вошел во святой святых нашей души, то нужно что разодрать? Завесу. Помните, евреям, не евреям, откровение 3 глава. Се, стою у двери и стучу. Заметьте, он находится во святом святых, а я нахожусь во святом. Что значит во святом? Я знаю, что не надо делать, я вижу, что это грех. Минздрав предупреждает, что надмирное вживание, знаете, алкоголю, здоровью мешает, да? Или курева раку содействует. Минздрав предупреждает. Так вот наш Минздрав, наша голова тоже всегда предупреждает, что ты скоро допьешься, доколешься, да? Но как всегда, у человека дальше мысли, ну может меня это не коснется, не все же, я вот читал одну книжку, один в Японии прожил 115 лет и курил только махорку. Ну да, конечно, доводы. Я говорю, вопрос, если бы он не курил махорку, вообще-то он может быть 215 бы прожил. Не у всех одинаковый потенциал здоровья, правда? И вот заметьте, страданиями навык послушания, распни плоть со страстями, раздери эту завесу, чтобы тот, кто говорит, сесть ты у двери и стучу у твоей плоти. Если кто услышит и плоть раздерет, то что? Я к нему войду или ты ко мне войдешь, это игра слов уже. Или ты в мое сердце, или я в твое сердце, но мы становимся одно. То что произойдет? «Освобождение от греха». Но нужно проявить веру, а вера в неотступном желании достичь, а не поддаться желанию удовлетворить плотскую похоть. Ну, или закурить, или выпить, или обмануть, или еще что-то сделать. И дальше написано. «И совершившись...» Что значит «совершившись»? «Когда послушание достигло естественной привычки». Это было так же естественно, как мы дышим. Не задумываясь, да? «И совершившись...» Теперь смотрите. «Сделался...» То есть, заметьте, «сам зашел во святой и святых, очистившись...» А теперь смотрите. «Очистившись...» «И совершившись, став святым и сел с отцом на престоле его, смотрите, сделался для всех послушных ему...» А заметьте, чтобы его слушаться, то надо слышать его голос. Почему мы читали в третьей главе? «Ныне когда услышите глаз его?» Смотрите. «Он достиг, слушаясь глаз отца своего, голос святого духа». А теперь что? «Сам теперь оттуда со святого и святых, что духом святым что делает? И нам, говорит, распните плоть со страстями. Не подчинитесь этому желанию». А мы говорим, а сколько уже терпеть? Сколько надо? «Я помогу, когда...» Я уже объяснил. «Когда перестанешь ныкать?» Мягкая вера помогает? Мягкая вера. Я пример такой приведу. Мягкой и твердой веры. Человек бросил пить. К нему подходит и говорит, «Слушай, Вань, может выпьем?» «Да я уже бросил пить». Вот таким тоном. Это о чем говорит? Вот так хочется. «Ну, я вам говорю, что я бросил, ну как бы ко мне сильно, ну не приступайте, а то, не дай Бог, запью». И они сразу начинают наседать, слыша такую веру, мягкую. Или человек говорит, «Я бросил, я не пью, а потом сидит, сидит, а что там у вас? Не чернила? Ну, нет, с Франции». «А, с Франции?» «Не, ну немного Павел писал там, да ради недугов желудка, а тебе как раз ради недугов головы». Заметьте, твердая вера, а что только твердая вера? Подходит и говорит, «Выпьем, я не пью». «Ты что? Я что, непонятно сказал?» «Слушайте, я говорю, не-не, ну все, наверное, заболел». Заметьте, даже как человек скажет, разве непонятно, где твердая и мягкая вера? «Я бросил курить, но сигаретку одну поставил сюда, последний патрон». Это твердая вера? «Я пить не буду, но водку не выливайте, пусть стоит, а вдруг?» Ну, белочка начнется. Вы слышите твердая вера? «А вдруг?» «Для компресса». «Для компресса». «Горло только изнутри. Компрессы. Водочность. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему, кто слушает тот же самый голос Святого Духа и повинуется и благоговеет пред Богом и распинает плоть со страстями и говорит, не отпущу, пока не благословишься, смотрите, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». То есть, что такое вечное спасение? «Когда я один раз не выпил, ну просто Бог дал силы устоять, но у меня же сразу плоть не перестала хотеть вообще навсегда. Но тяга уменьшается. Далее второй раз я устоял, Бог дал силы. Заметьте, я не выпил. Это, заметьте, еще не вечное спасение, потому что еще плоть хочет. Но наступит момент, когда что она станет? Окончательно. Плоть умрет, и у меня больше не будет хотеться. Заметьте, рожденный слышит, грешит, не может. Почему? Когда у вас уже отвращение внутри, как греху, тогда что? Ну, я пример приведу. Меня сейчас хочешь искушать, каким хочешь вином. Хотя раньше любил. Сейчас мне, ну. Когда-то деньгами меня можно было купить. Какая-то жизнь такая была, что испытал деньги, проверил, посмотрел, сколько человек стоит. Когда уже на них не смотришь, как на драгоценный металл, когда понимаешь, что есть что-то дороже золота и серебра, то тогда уже что? Смотрите, уже в вопросе денег, как бы, вечное спасение. Вы поняли, что такое вечное? Уже не продается, уже не покупается человек. Гулял, а потом воздерживался, но хочется. Заметьте, еще не вечное спасение. Вы поняли? А когда уже достиг в своих борениях с Богом, достиг того, что это умерло, тогда что? Смотришь просто как на человека, а не как на женщину или на мужчину. И на деньги смотришь как? Просто деньги, но не как то, без чего нельзя жить. И дальше смотрите. Был наречен от Бога, то есть, заметьте, не от людей, от Бога, первосвященником, починанных и сидека. Я хочу задать вам вопрос. В Ветхозаветное время, в Израиле, скажите, роль, какую выполняли пророки, какую они несли, или какую работу совершали, скажите, кто их назначал, чьи они избранники были? Заметьте, священники левиты, это, будем говорить, по родству, по рукоположению, по священию, а заметьте, пророки были из разных колен, часто вообще никакого отношения ни к царскому роду, ни к священническому не имели, но заметьте, можно сказать, что они были священниками, починами и ухи сидека. Кто их назначал? Заметьте, они были избранниками Бога. Только они не имели одеяний священнических, не стояли с кадильницей и жертвами, никому не отпускали грехи, но понимали гораздо глубже, чем священники со всеми своими обрядами, церемониями и праздниками. И вот сказано, что он достигнув святости, внутри соответствовал быть, соответствовал этой должности, и поэтому был наречен от Бога, то есть не людьми назначаемый, поэтому люди его и не признали, но его признал кто? Бог. Был наречен от Бога первосвященником по чину милхи сидека. А теперь смотрите, к чему подводит Павел. О чем нам, верующим, нужно было бы говорить постоянно в церквах? Основная тема проповедей, какая должна была бы быть? Ни про субботу, ни про воскресенье, ни про свинину, ни про десятину, ни про возложение рук, ни про крапление веником крещения или с полным погружением, или языке нужно или не нужно. Заметьте, о чем надлежало бы нам говорить много. О чем? О том, как Христос в одни плоти своей с сильным воприм со слезами принес молитвы и моления могущему спаси его от смерти и услышан был за свое благоволение. То есть о чем нужно было говорить много? Как нам конкретно, у кого какие пороки, на эту тему должны быть проповеди, на эту тему должны быть встречи, на эту тему должны быть вопросы и на эту тему должны быть ответы в церкви, если церковь Божья. Что нас делает несчастными в жизни? Кого-то тяга к алкоголю, кого-то к блуду, семьи разваливаются, кого-то к выпивке, кто-то карьеризмом заболел и готов предать и семью, и друзей, и мать, кто-то обжора и только покушать, у кого-то только забота о своем теле, а мать может при этом не отдыхая умирать. Заметьте, не от этого ли наш мир наполнен горечью и страданиями и болями? И смотрите, о чем нужно было бы говорить? Я так говорю, Божья церковь – это больница, а мы в грехах – это что? Душевно больные люди. Священник, знаете, кто должен был бы быть? Специалистом, инженером человеческой души. Но если сам он туберкулезный и лечит от туберкулеза больных, скажите, каков результат будет? Если ты сам не знаешь, как тебе бы это слово или эти лекарства помогли, как помогут эти слова другим? Естественно, не помогут. И заметьте, церковь – это больница. Здесь должны быть специалисты, которые дым кодильницей пускают людям в глаза, которые не покойников, уже буквальных покойников отпевают. А каких покойников нужно отпевать? Я уже так буду говорить. Мы читали во второй главе Евреям, там написано, Христос говорит, «Посреди церкви воспою имя твое братьям». Помните, есть такой стих? Так я говорю, вот это отпевать нас надо живых покойников. Как отпевать? Рассказать, пропеть свою жизнью, объяснить, разжевать что? Как нам из состояния мертвых перейти в состояние живых? Помните слова Иоанна, апостола? Мы перешли от смерти в жизнь. Помните, да? Как? Потому что, что? Уже любим братьев. А пока не любили, были раздражены, то были в чем? В смерти. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Так отпевать надо живых или мертвых покойников? Я задаю вопрос. Мертвых уже нечего отпевать. Им уже что? Огонь, вода и медные трубы, как говорят. Умер, все, дальше суд. Никаких честили, исчиститься нужно. Говорят, вот будет суд, приговорят, а потом чистилища, типа тюрьмы там или что-то. Я говорю, слушайте, перед судом нужно успеть, пока, если я на вас что-то имею, и за этого на меня вы в суд подали, то заметьте, мирись с соперником, с соперником когда? Не после суда, когда тебе припаяют. А что? До суда. Мирись, то есть заметьте, заплати долг, разреши проблему, вопрос какой возник. Теперь вы поняли, о чем нужно в церкви было говорить? А мы о чем? Одна церковь служения алкоголикам. Ну хорошо, перестал он пить алкоголик. Я не говорю, что это плохо, служение алкоголикам. Перестал пить, а мы уже давно не пьем, но пьяный, но не от вина. Заметьте. Вы поняли, о чем я говорю? Как будто бы главный грех это алкоголизм. Заметьте. Мы не пьем, но ругаемся. В семьях мира нет. Так мы пьяные? Ну не от вина. Шатаемся, ну не от секеры, а от гордыни. Крыша едет, так говорю, от гордыни. Выучился, умный такой, симпатий во лбу. И вот речь идет о чем? Что мы должны об этом говорить. На эту тему должны быть проповеди. У нас после, после нашей больницы люди должны куда выходить? В жизнь, а не в морг. А нам говорят в больнице, что мы ничего не можем, что мы не можем выздороветь от наших духовных болезней, что это только Христос, что Он был не в той плоти, а мы читали с вами, заметьте, что Он в той плоти и точно тем же путем прошел, что и нам предстоит. И заметьте, если мы не можем и остаемся во грехах, а главное, что нужно Богу, чтобы пели, хоть не оставляли собрание, не забывали сдавать деньги и участвовали в служении другим, бегали, сломя голову, забыв про свою семью, про свою родню, тут свои, гибнуть, уже их спасаешь. И заметьте, если мы остаемся в грехах в этой больнице, я так говорю, в нашей больнице вы что думаете, что вы выздоровеете? Нет, у нас просто положен 21 день отлежать, а потом что? У нас там красивый морг, там отпоют, там наряде, там поброют, там вы изменитесь, в морге вы не будете ни обижаться, ни раздражаться, ни блудить, ни курить, ни гулять. Скажите, Библия не говорит, что никто нечистый туда не войдет? Не говори. Почему нам внушают, что мы туда войдем, будучи нечистыми? Скажите, кто мог во святое святых войти нечистым? Кто мог прикоснуться к священным вещам, священным, освященным, в нечистом состоянии? Что происходило в храме? Падал замертво. Теперь смотрите, по Писанию мы должны прийти ко Христу, а Христос сидит на престоле благодати, а престол благодати во святом святых. Чтобы прийти во святое святых, то нужно что? Распять плоть со страстями. А те, которые Христовы, находятся во святом святых, там, где уже очищение произошло, те, что распяли уже, это в прошедшем времени, распяли плоть со страстями. А кто не распяли, дела плоти, помните? Галатом 5 глава. Помните? Кто распяли плоть со страстями, на таковых нет закона. Проходи по благодати, царство Божие. А кто в плоти, помните, он пишет, предваряю вас, как и прежде предварял. Что такое предваряю? Не чтобы около дверей вы узнали, что вы туда не достойны войти, а заранее вас предупреждаю, пока еще есть время, до дверей доходя, успеть исправиться. Предваряю, что поступающее так, царство Божие не наследует. И не слушайте, то, что когда кто-то объясняет, что мы войдем туда с грехами, как говорят, во мгновение ока изменимся, когда труба последняя затрубит, и вот все мы подарим недвижимость друг другу, она никому не нужна, уже будет машины подарим, и готовы будем и самого себя отдать в жертву. Не надо, поздно. Ложка дорога, знаете, когда говорят к обеду. И жертва наша тоже к обеду, к нужде, правда? А не тогда, когда, знаете, когда началась перестройка, то деньги, помните, пропадали, когда менялись. И кто-то берег, 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 а потом принес пожертвование у церков пачку лотерейных билетов, я уже так говорю, не лотерейных, а денег, которые стали как лотерейный билет. За них можно было, вернее, ничего нельзя было купить. Значит, о чем много нужно было говорить, вы уже поняли. О лекарстве, о результате в нашей больнице морга вообще не должно быть. Вы согласны? С нашей больницы ногами вперед не должны выносить. Нужно выходить нормально, своими ногами. Но для этого должны быть здесь специалисты, здесь должно быть слово живое, Божие, действенное и освящающее. Далее, священники живые, починуме хиседека, а не того, что папочка был пастырем и сыночка пристроил. Копать не могу, просить стыжусь. Так нашли работу, как раньше говорили. Если сын мастеровой, его к какому-то ремеслу раньше привлекали. Если был бездарный, то его на священника отдавали учиться. Так часто и сегодня такое делается. Просто кто-то пристроился как наемник. И дальше. Значит, о чем говорить нужно много, вы поняли. Но трудно истолковать. Почему? Засели люди, это же пишется послание евреям, засели на обрядах, засели на церемониях, им приписано какое-то могущественное, священное действие, что кто участвует в обрядах, в церемониях, щепетильно, причем-то, что Бог делает, как бы благословляет. Заметьте, люди привыкли, сели, свыклись с обрядами, заметьте, уже отвыкли, атрофировалось сознание, когда им начинаешь говорить о святости, о борьбе, как конкретно достигнуть святости, на тебя так смотрят, как говорят на новые ворота и говорят, что-то ты философией занимаешься, слово Божие надо читать, я говорю, а это что? Обрезание дни питья, да? Это слово Божие. Заметьте, у нас сегодня вечеря совершается, примите, едите, поели, внушили себе, страдания вспомнили и внушили себе, что все уже прощено, а то уже хлеба поели. А ведь вечеря о чем говорит? Не вот это нужно делать, мое воспоминание, не с тарелочки брать и в рот ложить и себе что-то внушать. А там написано, хлеб, который я держу, сие есть тело мое. Вот я его ломаю, это за вас ломимое, вы меня выводите из терпения, а я что делаю с этим нетерпением? Ломаю. Себя ломаю. Я ни разу не психанул, я ни разу не сорвался, ни разу не обозвал, ни разу не сказал, сейчас как дам. И смотрите, сие творите в мое воспоминание. Что? Хлеб ломайте? Да не хлеб ломайте, а что? Хлеб символизирует тело Христа. То, что мы его съедаем, что те же чувствования должны быть и в нас. То есть, когда нас кто-то выводит из терпения, что нужно? Говорит, нервную коробочку, слышали раньше, может? Припаяшки, ну, как бы, распаясался, слышали выражение? Припаяшки, ну, возьмите свои нервы, ну, как бы, свяжите, ну, не позволяйте им, вот так просто, как чайник закипел, и водой брызается. Не должно такого быть. И вот потому сказано, так как люди привыкли удовлетворяться вечерей, когда я говорю, что не то крещение, которое в воде, а то, которое в жизни, когда мы в натуре распинаемся и плодится страстями, не та вечеря, которая на тарелочке, а тот Христос, которого мы принимаем каждый день, когда Он Духом Святым стучится в нашу дверь, и мы, когда принимаем, едим вот это вечеря, и дальше начинается, вот, трудно им истолковать. Вы знаете, что Он говорит? Что? Он против вечерей Господней с растяжкой. Так, вы поняли? Я говорю, да, я против вечерей, если она только на тарелочке, а не в сердце. Вы за или против тоже? Я против обрезаний на плоти. Обрезание уже пора делать где? На сердце. Глупости, похоти, дурости, обиды. Обрежьте. Нет, там не надо. Просто надо значок какой-то иметь. Главное крещение в воде, говорю, это только лишь напоминание обещания жить чистой совестью. А теперь, чтобы в жизни после крещения совесть была чистая, что нужно делать? Как только плоть выступает и подталкивает нас на грех, когда мы распинаем плоть, умерщвляем, чему ее и учили нас, и где мы обещали умерщвлять, топить натуру свою, тогда совесть наша чистая, если мы ее распинаем плоть. А если мы ее не топим, а подчиняемся ей и делаем глупости, тогда совесть какая? Нечистая. Вот и весь разговор. Так смотрите. Помните слова Христа? Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Почему не сказано, которым я крестился на Иордане? А кто не может? Тем более, не сам крестится, а его. Берут и окунают. Он говорит, которым я крещусь. А дальше сказано, крещением я должен креститься. Еще. И как я томлюсь, пока сие совершится? Заметьте. Так когда он крестился? Каждый день, распиная свою плоть, не на деревянном кресте, а на каком? Духовном, будем сказать, распиная свою плоть, не позволяя плоти доминировать в нас, над нашим духом. Что мы делаем? Распинаем, или отсекаем, или обрезаем, или умерщвляем, или хороним, что вы хотите, это одно и то же. Так когда людей сегодня поприучали к крещениям в воде, далее, к вечерям на тарелочке, к многомовениям в тазиках, и когда я говорю, хватит с тазиками бегать, хватит с тарелочками, пора уже что? Со Христом бегать. Он против вечерей. Он против крещения. Он против тазиков. вы хотите тазик от меня или человека во мне увидеть? Что вы хотите? Или чтобы я тазиком прикрывался и был плохим человеком? вопрос, как бы задать. Вы хотите замуж за пастыря или за хорошего человека? кто-то скажет за пастыря. А если он же может быть и нехорошим, дым вечного в глаза будет пускать к одельнице. Вам нужен человек? Так я о том и говорю. Человеку нужен обряд? Если я у вас занял деньги, не вернул, пошел бы, свечку вам поставил. Занял тысячу баксов. И свечку говорит, ну ничего себе, за гривну свечку купил, тысячу баксов занял. И свечкой рассчитался. Вы хотите возврат от денег? Или хоть бы попросил я извинения? Или я вам, и вам Богу по свечке поставил? Спасибо. И Бог в восторге сидит от нашей веры. А ближний так вообще медитировать начинает, рассудок теряет от нашей веры. И сегодня трудно истолковать христианам вот эту борьбу. Они так же, как иудеи, засели в первой части святилища, на обрядах, только на новозаветних. И когда говоришь о борьбе о кресте, открещиваться нет, невозможно. Отечения будет только при воскресении. Вы думаете, за что будут гнать в конце? Помните, Христос говорит ученикам, будете ненавидимы всеми за имя Моё. Скажите, кого будут и кто будет гнать? Имеющие вид благочестия будут знать того, кто имеет силу благочестия. Притворные будут знать настоящих. И ни одна конфессия другую будут знать, как мы привыкли слышать объяснение, а написано, изгонят вас из синагог. Синагог, слышите? Знаете, почему называется синагоги? Синагоги были только в еврею. А я говорю, в наших христианских церквях то же самое творится, что и в тех иудейских синагогах. А что? Те засели на обрядах, и мы сидим на обрядах. Те говорили, что невозможно, и мы говорим, что невозможно. И те, кто поднимет голос и скажет, что если бы мы не носили крест Христов, если бы мы распинали площадь страстями, как вот здесь написано, и были неотступны в этом, то что произошло бы? Освятились бы. Но так как нескончаемую вечность у нас уже столетиями проповедовала, что мы ничего не можем, и все это говорилось, как божественная истина от Бога. Мы же всегда молимся перед тем, как проповедник говорит проповедь, да? Чтобы он говорил, как от Бога. Библия говорит, что можно победить и нужно победить, а выходит, что ничего не можно. От кого же говорит? Далее, когда люди привыкли, что это божественная истина, что мы ничего не можем, а когда мы теперь будем говорить из Писания, что мы можем, то мы будем выглядеть как еретиками, разрушающими единство от церкви. Как? Некоторые тут тоже захотели стать святыми, а как было бы хорошо, чтобы все были серыми мышками. Дело в том, что будет разрушаться убеждение людей. Когда люди услышат о том, что возможно достичь и будет рассказано, как и показано, то заметьте, некоторые люди пойдут к этому. Многие люди потеряют веру в то, чему учили. Они скажут, ведь действительно Библия говорит, что можно освободиться. Ведь многие же уходят из церкви, знаете, по какой причине сегодня? Обещали, что освободимся, ходишь в церковь, молишься, читаешь, и что? Какие поруки были, такие остались. Ведь они уходят от чего? Деньги заплатили, я уже так буду говорить, за обед. Сказали, что официантка поднесет. Она и тому поднесла, и тому поднесла, и ходила, и ходила. В конце концов, что сидите, наше кафе закрывается. И человек уходит, он в следующий раз не идет, не платит деньги, и не идет. Он понимает, что просто много наговорили, хорошая реклама, а кормежки это нет. И вот гнать будут именно за то, что начнутся рушиться устои церковные. Это же было в великой святыне, это же истина от Бога, а тут оказывается, что кто и знает от кого было. За это и будут гнать людей. Почему? Заметьте, совершил обряд, успокоился, не пропустил собрания, деньги сдал, и надежда, и уверенность на спасение. А тут вдруг говоришь, подождите, не распнете плоть со страсями, ни о каком спасении не может идти речь. Вы согласитесь, что такие люди разрушают веру? Вот ту веру, если ее назвать верою, устои рушатся, поэтому будет благородный священный гнев против этих людей. Вы на Бога подняли руку, вы раскрыли рот, вы на святом месте в церкви такую ересь несете, потому и написано, будете и будут изгнаны все мои дети и синагог. Я вам хочу сказать, там, где не будут это слушать и где будут так же изгонять людей, где будут противиться этим же словам, то я так скажу. Это синагога православная, синагога евангельских христиан, пятидесятническая синагога, вы понимаете, о чем речь идет? Синагога, где обряд доминирует над сутью, где кружки, ложки, вилки и тарелки заменили пищу, а ведь мы нуждаемся не в ложке, а в чем? В пище. Пищи нет, я ложкой не буду удовлетворен. И значит, сказано, но трудно истолковать, потому что вы сделались, не способны слушать. Что такое сделали? Значит, сначала были способны? Я пример вам приведу. Когда человек приходит к Богу, вы замечали, когда он свеженький, он спрашивает, у него нет гордости, нет занощивости, с ним легко разговаривает. Побыл годик, побыл два, не дай Бог, повысили в должности. Подходит одна сестра, верующая в церкви, раздает анкету какую-то, нужна верующая, ну там, по материнскому делу, ну в смысле, у кого есть дети, заполните анкету. Одна бабушка, ну не бабушка, там пожилая женщина, говорит там, ну внуки у нее, сестричка, а как заполнить? Отвечает сестричка, вы что, не верующая, у вас нет Бога, Он откроет. Так чуть ли не во святого святых в кремлевские апартаменты зайти. Ну чего мне сказать? Слушай, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Вы что, не верующие? Верующим всем открыто, как анкету заполнять. Не как во святого святых небесное войти, а как анкету заполнять. И верующий может с такой интонацией обращаться к своим братьям и сестрам. Что такое сделались неспособны слушать? То есть были способны, смотрите, через время, посмотрите, пока человек только приходит к Богу, он может и так подумать, он может и так, он выслушивает человека, думает. Заметьте, побыл человек в церкви. Знаете, чему церкви учат? Не задавать вопросы. Когда вы слышите глаз, что нужно веровать. Если вы начинаете читать и сделать Писание, брат, вы так говорили, а я вот прочитал, здесь вот так написано. С кем встречалась, сестра? Что, уже ходишь в другую церковь? Своё собрание оставляешь и дальше начинается расследование. Заметьте, сделались неспособны слушать. Скажите, с кем легче поговорить? Тот, какой побыл в какой-то конфессии длительное время или когда совсем свеженький человек? С кем легче разговаривать о Боге? С тем, кто нигде не был. Почему? Побыл в церкви, поставили шоры, одели очки, изменили зрение, изменили суждение, приучили твёрдо стоять и не сомневаться, никогда не размышлять? Хотя попробуйте поговорить. Он читает Писание, так, это баптистам, а это субботникам, а это пятидесятникам. Слава тебе, Господи, так открываешь Писание, оно такое боговдохновенное против всех получается. Но кому не открыто? Мне не открыто. Так я хочу сказать, почему каждая конфессия бегает и другую переучивает? И заметьте, когда переучивают, о чём разговоре идут? О любви разговоре идут или где царство Божие будет, где мёртвые после смерти бывают, хотя сами жутом не были. Как обряд принимать и хлебную через еле, или без еле, со стопки, или с чаши, или со стопочек, или с чаш. Какой день праздновать? Крещение веником брызгать, или с полным погружением. И заметьте, не об этом, вот это когда встречаются с конфессией люди, а вы знаете, что у них хлеба нет. Любви нет, этому не учили, об этом не говорили. А вот те люди плохие, знаете почему? Они не в тот день молятся. Скажите, а бывает, что не в тот день молятся, а молятся от души, а я в тот день, благодарю, что я не такого, как некоторые тут стоящие и сидящие. Не бывает? Кто, скажите, лучше молится? Да лучше не в тот день, ну правильно, вы согласитесь, чем в тот день с осуждением ближнего. Ты, брат, говоришь, вечерю со стопки, будешь со стопочек принимать или с чаши? И говорю, если вы со стопочек, то я с вами со стопочек. Если вы с чаши, то я с вами с чаши. Ой, брат, ты вообще в истине заблудился. Ты даже не знаешь, и что Христос сказал. И взяв чашу одну. И говорю, хорошо, но они хотят со стопочек, а я назло возьму чашу. Будет ли это вечеря любви, если вам назло с чашей напою? А все брызгливые в великой любви друг к другу. Но должно быть все по Писанию относительно чаши. В щепетильности в обряде, но не должно быть все по Писанию относительно чего? Если бы вы знали, что значит милости хочу, то не осудили бы невиновных. Можно стих этот сказать? Потому и сказано в 2-е послание Коринфянам, 3-я глава, там написано такое, что Христос нас делал служителем Нового Завета. Смотрите, не буквы, но Духа. Заметьте, Ветхий Завет это служитель буквы. Буквально понимаем заповеди только, буквально исполняем обряд, не понимая никакого смысла. Заметьте, это мы служители какого Завета? Ветхого. А Он сделал нас служителем Нового Завета. То есть чего? Духа. Заметьте, закон имеет дух, смысл. Есть в нем? Если мы читаем Слово Божие, не понимаем смысла, вложенного туда. Заметьте, что животворит? Дух животворит, а буква убивает. Сначала я был мыслящий, вникал, рассуждал, но меня, как говорится, как сформовали из жидкого цемента или алебастера, а потом что? Время подержали, мышление застыло, и заметьте, я рассуждаю, смотрите, встреть Пятидесятника языками, языками, иными, не только языки, языками говоришь. Встреть свидетелей Иеговы, что? Вы знаете, где царство Божье будет? Вот все думают там, а оно будет там. А я хочу здесь, вот чтобы ты пришел и мне вот это не компасировал. Вот мне хочется с тобой поговорить, чтобы я хотел с тобой жить, а не чтобы ты ходил и вот так заумно умничал, что я чувствовал себя в твоем присутствии немного ненормально. Кто-то приходит, ну давайте помолимся, поговорим, объясним. А вы что, сестра сала едите, да? А кто есть сало, это тоже что и мышей, слышите? И мерзость для Господа, фу, я с вами разговаривать больше не буду, поняли? Вы погибнете, а я спасусь. А вы говорите, если там такие все спасенные, так лучше погибнуть. Не доведи Господь с этими фу, пожить вместе, нескончаемую вечность. И заметьте, что мы носим, о чем говорим? Об обрядах. Извините, дошло до такого, что в одном месте услышал, идет рассуждение в церкви, можно ли в святой день бумагу в туалете рвать? Я говорю, нет, нельзя, надо рулоном целым. Ну, скажите, придет мыслящий человек с мира, и тут сядет истина, последний свет иного ангела, от которого светится вся земля, от туалета. Тут вообще вопрос надо по-другому. Тут еще до бумаги, думаешь, кое-что сделаем, раздеваемся. А можно ли это в субботу делать? Или надо ждать все-таки до воскресенья? До абсурда доходит, вы понимаете? И это у каждого свои, извините, пребамбасы. Один на то делает ударение дроби, на то заметит, чего нету. Какая заповедь наибольшая в законе? Возлюбие Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью и ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях весь закон и все пророки, и все крещения, и все вечери, и омовения. Согласны? Не учимся любить Бога, не учимся любить ближнего, грош, цена. Помните, Христос говорит в Ветхом Завете через пророк Исаии, не нужны мне ваши жертвы, и туком тельцов, и кровью козлов я присыщен. Не нужны мне ваши субботы, ваши руки полны крови. Пойдите, что сделаете? Омойтесь, очиститесь, и тогда приходите. А так не надо. Если мы не научились любить, ну, пышно совершаем, поем во славу Божию, а ближние умирают, и никому дела нет. И когда мы с помпой это празднуем, праздничное собрание наше, помните, в одном из малых пророков Ветхого Завета сказано, что я, он говорит, вы священники, бесславящее имя мое, чем? Обряды, жертвы, церемонии, дни, а любви не сами не любите, ни людей не учите. И он говорит, я возьму помет праздничных жертв ваших и разбросаю на лица. Вы согласитесь, что это не культурно вообще так? Бог вам бы, говорит, священники, взять и вымазать одно дело. За что? За то, что вы получаете деньги. Но не за это же вы получаете деньги, чтобы пышно обряд совершить. Это же язычество, можно сказать, бессмысленное. Только с христианскими обрядами. Вы же получаете деньги за что? За то, что вы сами должны научиться любить и людей, привести к любви, друг к другу и к Богу. Так вот, почему сказано, стали неспособны слушать. Начали, сначала мы были мыслящие, нас не учили вникать, рассуждать, думать, приучили твердо верить и не сомневаться, ни в каких словах кто бы, что бы нам не говорил. И через время наши мозги что? Начинают атрофироваться, мы становимся немыслящими. Извините, у верующих часто такой взгляд. Один ко мне подходит и говорит, обрати внимание, когда человек выпьет, у него такой взгляд и показывает глазами. Знаете, какой выпьет? Он вдаль смотрящий, такой насквозь смотрит. Так он говорит, смотри, этот пьяный, когда выпьет, у него такой взгляд, а почему у верующих постоянно такой взгляд? Посмотрите, особенно есть учителя, гуру, ну, в этих восточных религиях. То есть сидят в шамбале, ноги в позе лотоса, точка тут между бровями на лбу. Гляньте на взгляд этого человека. Взгляд в никуда. Он пребывает в медитации. Он отключил сознание. А нам говорят, не полагайся на разум свой, сердцу, сердцу, то есть отключи опять же сознание, не думай, не вникай, не рассуждай, будь мнительным, тогда на тебя навешать что угодно можно. Вы знаете, порчу как навести, на кого наводится порча? На мнительных людей. Ты им скажи, они такие в страхе, зациклились, голова не работает, через разум же Бог дает человеку мысль, да не так все страшно, да не вешай нос, не хнычь, с Богом будет по-другому. Если человека приучили не думать, он не воспитан мыслящим, он мнительный, он суеверный, то тут кто с ведром, кто иголку, кто соль рассыпал, кто, вы поняли, не постучали по дереву три раза, через правое плечо, не плюнули три раза, или в черный кот, или что хотите. Вот тем и порчу, по вере вашей да будет вам. Не верите в Бога, верите во все забабоны. Но получить, кому подчиняетесь, кому верите, тот над вами и властвует, тот и издевается. И вот людей приучают не думать, и когда они не мыслящие, скажите, мыслящего можно легко подбить? Вчера кричал Асанна, а сегодня кричит Ростни. Мыслящего так будет резко перепадать, переходить с одного лагеря в другой? Нет. А вы знаете, что выгодно, чтобы в стране были верующие, знаете какие? Не думающие. Не думающие. Чтобы в церкви были голосующие всегда, как в советское время. Знаете, почему выгодно? Любой проходимец придет, что вам приятно, она говорит, она обманывает при этом, сыграет на чувствах, сумеет подойти. И это будет достаточно, чтобы купить сердца простодушных. А дальше они верят. Сегодня кричат любовь, завтра кричат о ненависти. Сегодня Асанна, завтра распни. Скажите, сатане легко водить человека за нос, если он не мыслящий? Да. А Библия говорит, притча 2 глава, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятной душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет управлять, оберегать тебя. Если наш приемник, вот эта голова, сознание будет работать всегда, и мы будем рассуждать, то мы всегда, что бы ни происходило, у нас любая ситуация внутри будет подвергаться Божьему анализу, рентгену. И мы всегда будем знать, как поступить. А сделав так, и распяв плоть, которая противится этому, через время чувство навыкам будет приучено к развлечению добра и зла. Люди, не привыкшие думать, а в церкви ни в одной не учат думать. Заметьте, они становятся через время не способны слушать. Вопрос возникает, кого? Голос Святого Духа, это голос Сына Божия, в Которого мы крестились. Вы поняли? А теперь вы поймете, почему в Откровении 14 главы написано о 144 тысячах. Они не осквернились женами. Как не осквернились? В церкви не учили думать. В церкви извращали писание, выбирали отдельные стишки, а другие рядом написаны, а другом они не говорят. Заметьте, люди осквернились. Помните, там написано, народы поила она, жена блудная, вином блудодеяние. Скажите, вино действует на что? На сознание, да? И люди, попившие вот это вино, когда приучали не думать, не вникать, не рассуждать, не задавать вопросы, а твердо верить. Заметьте, к чему пришли? Как вроде бы пьяные. Ты им говоришь, что здесь написано, они ничего не понимают. И помните слова Христа? Имеют глаза, но не видят. Имеют уши, но не слышат. Почему? Да этому приучали, а не отвыкли. Глаза атрофировались. Посидит человек годик, два в полной темноте, что произойдет? Он ослепнет. Руку привяжите на годик, или он в гипсе, если кто знает, или нога, или рука. Побудьте. Потом рука уже выздоровела. Такая, ну какая-то такая, ну вроде силы нет, руку без тяжести нельзя поднять. Происходит атрофирование наших мышц. Рука не слушается. Вот так мы становимся неспособными слушать Бога. Буква убивает, буквоедство, что делает нас. По 2 посланию Коринфянам 3 главы там написано, помните, покрывало на глазах при чтении. Не приучили думать, а Писание Бога вдохновенно, да? Там есть глубокий смысл, а нас не учили думать. И получилось, мы читаем Писание, букву видим, ушами слышим, когда нам читают, а что? А смысл закрыт. Получается, мы читаем с чем? С покрывалом. А можно сказать, это то же самое покрывало между святой и святой, и святой, как завеса. Мы же не слышим Духа Святого, а ведь Дух Святой освящает, и посредством Духа Святого мы верою входим во святилище. Ибо судя по времени 12 стих, вам надлежало быть учителями. То есть, если бы правильно нас учили думать, то что? Время пребывания в церкви, если бы мы были практиками, учились действительно реальному оздоровлению души нашей, да, от греха, то что? Уже бы мы были учителями для кого? Для других людей, которые мучатся и страдают от греха. Но, дальше написано, но нас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Опять возврат куда? К алфавиту христианскому, к молочной пище. И для вас нужно молоко, смотрите, для вас нужно молоко, а не твердая пища. А теперь смотрите, что такое твердая пища? «Всякий, несведущий, извиняюсь, всякий питаемый молоком, несведущий в слове правды». Что такое слово правды? Слово о праведности. Слово, заметьте, «сведущий». Что это обозначает? Знающий. Понимающий толк в этом. Заметьте, несведущий в слове правды. А слово о правде, заметьте, слово о праведности. Как достичь чего? Праведности, святости, чистоты, любви, мира. И заметьте, питаемый молоком не знает, как достичь святости. И заметьте, если мы живем во грехах, то это уже как бы какой признак, что нас кормили, чем молочной пищей. А значит, мы духовные младенцы. Вы поняли, о чем речь идет? Потому что он младенец. То есть, я могу быть взрослым человеком, но есть, я не знаю. Как достичь святости, как измениться? Знаю, каким должен быть, но не знаю, как таким стать. То что? Младенец. Почему? Зубов нету, твердой пищи, в церкви не давали. А теперь я хочу сказать, а где вы знаете эту церковь, где кормят твердой пищей? Где рассказывают, как достигается внутренний мир и радость постоянно. Как работает Дух Святой, как приобрести мудрость Божью, как не ошибаться, как достичь состояния, когда лукавый даже не прикасается, ему бесполезно приступать к такому человеку. Кто не хотел бы этого состояния? Но об этом то нет речи. Заметьте, о чем проповедь? Каждый раз в церкви есть крещаемые, вновь крещаемые. И всегда проповедь с расчетом на первоклассников. Правильно было бы, если бы первоклассникам отдельный класс в церкви. Но кто уже 10 лет, может ему для 10 класса нужна пища. А далее, он 10 год слушает первоклассную азбуку. Скажите, не от того ли человек уходит в поисках в другую церковь, чтобы получить какое-то питание духовное? А его начинают обвинять в том, что он не духовный блудник. Не оставляйте, помните, собрание своего. Какого своего? Там, где вы родились, там, где вы пришли в церковь, там и ваше собрание. Хорошо, у меня уже зубы, уже бриться начинаю, а меня кормят грудью. Я кусаюсь уже. Не оставляйте собрание. Ну, поймите, уже и вот получается, что человек может вообще, если он чувствует потребность, и Бог его побуждает искать более глубокое познание. Скажите, может, этот Дух Божий взывает в сердце человека? Чего-то остановился. Сколько ты будешь повторять букву А, а потом Б? Уже пора читать, пора считать, пора применять. уже ученым можно было стать. И смотрите, твердая же пища, заметьте, твердая пища, о чем нужно было говорить много, вы поняли? Суть. Как практически достичь Христа? Как привиться ко Христу, как веточка к лозе? Как постоянно быть в Боге? Как иметь постоянно мир? Это твердая пища. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, у них уже приучены, то есть, заметьте, этот процесс, что в прошлом. Заметьте, по уровню преподавания можно сказать, в каком классе церковь, в каком классе пастырь? Если вопрос на уровне доктрин, то это о чем говорит? Твердой пищи нет в этой церкви младенц. А теперь шестая глава. Посему, оставивши начатки учения Христова, то есть, молочную пищу, начало Слова Божия, поспешим к совершенству. Заметьте, а совершенство это что такое? Любовь есть совокупное совершенство. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинится. Поспешим к чему? К самому главному, к пище. Хватит с тарелками носиться, я с любой уже поем. Дайте пищу. Поспешим к совершенству, то есть, к внутреннему изменению, к перерождению духовному, и не станем снова полагать основания, заметьте, не станем снова полагать основания, обращению от мертвых дел. От каких мертвых дел? Пил, теперь не пьет. Пьянка, это мертвое дело? Наркомания, мертвое дело? Курение, мертвое дело? И заметьте, люди думают, раз, не курю, не пью, не гуляю, то это уже что? Потолок христианского совершенствования. А заметьте, раздражение бывает? Да. Хорошо, что перестал пить, но это еще не конец образования, правда? Сколько зла еще в человеке есть, сколько хитрости, сколько подлости, хотя бы даже внутренней. Это такой же самый грех, мы читали. Поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, я добавляю, своей веры, что я верующий. Отчего мы считаем, что мы верующие? Потому что перестали пить, курить, обратились от мертвых дел. Смотрите, и что такое начатки учения Христова? Вера в Бога, вообще. Доказательство о существовании Бога. Это молочная пища, когда человек вообще приходит только к Богу. Далее, учение о крещении, с полным погружением или веником побрызгать. Далее, о возложении рук. Это что называется? Ты, брат, рукоположенный? Нет, ну и молчи, значит не умный. А если рукоположенный, значит умный, да? Вам не приходилось видеть рукоположенных не совсем умных или вытворяющих? Кто и знает что. Заметьте, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, о загробной жизни, о сале, свинине, десятини, и это сделаем, если Бог, смотрите, позволит. Смотрите, жизнь человека очень коротка, да? Смотрите, не чистый, гневливый, кричливый, буйный, психованный, невыдержанный спасется? Нет. а если он плод духа имеет и любовь, и радость, и мир, и воздержание, и кротость, да? И милосердие. Заметьте, он может спасись? Так смотрите, и это сделаем, если Бог позволит. Но, заметьте, в первую очередь, о чем нужно говорить? О раскаянии в зле, о грехе. И если в этом я раскаюсь, и в этом изменюсь, ну, точно не узнаю, так куда же мертвые после смерти? Или они тут вверх, или вниз ведут? Или вот там в земле мучатся, или там где-то уже в раю сидят? Ну, знаете, кто как объясняет? Или, допустим, как некоторые говорят, я вот не знаю, где будет Царство Божие, на земле или на небе? Я говорю, так мне хоть в шахте. Вопрос стоит, как туда попасть? А Дух Святой – это личность или это так вот Дух? Какая тебе разница? Слушать надо? Нет, но это очень важно. Но я не хочу сказать важно, но я хочу сказать, что важнее? Знать, что он из себя представляет, или слышать голос, чтобы измениться и спастись. А потом спастемся, я говорю, подойдете и потрогаете, и спросите, это личность или нет. Саша, у тебя нету веры, вот ты должен быть такой вот щепетильный. Я говорю, вопрос, в чем щепетильный? В том, что не так существенно? Я должен быть щепетильный в чем? Суд, милость и вера, да? А у меня десятина, стмина, они сайнаты. С обряда, щепетильна, где, что и как. И вот сказано, и это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных, обратите внимание, что такое однажды просвещенных, невозможно, однажды просвещенных, чем или кем, светом Божиим и вкусивших, то есть попробовавших, убедившихся на жизненном опыте, дара небесного, он заметит, что такое дар небесный. Вот мы, люди земные, и психи наши, раздражение, крик, гнев, зависть, это дар чей? Земной. Это то, чем сатана надарил нас. А последствия, какие от этих даров? Чем больше я психовный, тем больше у меня врагов, правда? А что значит вкусивших дара небесного? Вот Бог говорит, хоть раз попробуй, послушай голос Святого Духа, и ты увидишь, как ты сейчас избежишь зла. И вот я однажды попробовал, к чему пришел, ой, как хорошо. Смотрите, этот раз не получилось ссоры, не получилось грязни. Я этот день ложился спать, совесть моя была спокойна. Скажите, я вкусил? Я убедился, что действует Слово Божие? И заметьте, если человек попробовал, вначале, попробовал, распял плоть со страстями, и один раз получил хороший опыт, положительный, второй раз, вкусил, попробовал, загорелся, ой, какая радость, смотри, точно, Слово Бога, это истина, потому что оно меняет человека, освобождает от греха. А потом наступает, знаете, какой момент? Вы знаете, что через всю жизнь нужно плоть будет крестить? Вы знаете, что это забег на длинную дистанцию, финиш будет при смерти или при втором пришествии, если доживем. И крест нужно будет нести через всю жизнь, это бег, марафонская дистанция, без финиша, ну, я имею в виду, заранее определенного, с постоянными препятствиями. И поначалу бегу, радость, бегу, вторая радость, победа одна, победа вторая, потом бегу, бегу, бегу. Знаете, вот когда человек говорит, люблю ездить на машине, я говорю, садись тысячу километров, сейчас прогоним. Ты говоришь, бар. Сначала радость, деревья мелькают, смотришь, так интересно, потом мелькают эти деревья, как они уже надоели, и машины мелькают, и как это уже, ой, и как ты это едешь? А я говорю, видишь, а вначале, и так хорошо, и едешь, и мелькают, я говорю, и вначале бежишь, когда только начал бежать, что? Еще силы есть, а потом это постоянно, а тебя клюют все сильнее и сильнее, а нападок все больше и больше, и ты становишься лучшим, а тебе приписывают все, что худшее, что ты и не делал никогда. И потом ты спрашиваешь, сколько бежать, господа, или Господь, сколько бежать, говорит, бежать нужно, претерпевших же до конца, а конец здесь. И знаете, что начинается? Вкусил, попробовал, победа, ощутил, слово Божие действенно, а дальше начинается. Уныние, так это что? И не поесть, и не погулять, и не попить, я говорю, да не только не поесть, и не попить. Мало того, что Господь говорит, не прелюбодействует, но говорит, если уже с вожделением смотреть нельзя. Ладно, я уже не гуляю, тогда хоть подумать уже, хоть умысь, я гульну чуть-чуть, хоть телевизор грануть ночью. Ну, я телом уже ничего, а Бог говорит, с вожделением смотришь, прелюбодей, попадешь на одну сковородку с тем, кто и гуляет. И что наступает у человека? А зачем тогда их жить? Какого-то коммуниста принимали в партию, говорит, можешь ради партии не курить? Могу. Можешь бросить выпивку? Могу. Можешь с женщинами не гулять? Могу. А можешь жизнь отдать за партию? Могу. Говорит, на что такая жизнь издалась? Так, говорит, тот, кто понимает, к чему идет, кто думает, кто вникает, выпивка, и никого не сделает счастливым? И блуд не делает счастливым. На старости ты просто как поношенная вещь и начнешь где-то приставать к какому-то порту, как корабль старый, без руля и без ботсмана, ботсмана и без капитана. И я скажу, и тебе скажут, кому ты нужен на старости рухлять? Лето красное пропелло, срекоза. А теперь, говорит, иди, гуляй, Вася, ты всю жизнь гулял. Ты знаешь, я уже покаялся, а в твоем возрасте при твоих болячках уже пора и покаяться, уже вообще ничего там нет. Веке покаяние пришло. И вот речь идет, что если мы вкусили, попробовали, заметьте, однажды просвещенных Духом Святым и вкусивших дара небесного, то есть, заметьте, что такое дар небесный, голос Святого Духа, когда я слушаю и подчиняюсь, то получаю, что небесное внутри проявление и радость, и мир, и любовь, и терпение. И написано, и соделавшихся причастниками Духа Святого. Заметьте, причастники, заметьте, Отец, Сын и Дух Святой, это одно? Заметьте, мы причащаемся ко Христу, соединяемся со Христом. А можем ли мы со Христом буквально соединяться? Или мы посредством Святого Духа причащаемся? Как заметьте, причастие со Христом, вечеря со Христом, это конкретно чем? Второе, Коринфянам, третья глава, последние стихи или предпоследние. Господь есть Дух. Помните? Что Дух Святой, Он представляет личность кого? Иисуса Христа. И вот написано, соделавшийся причастником, то есть соединился, стал одной частью с кем? С Духом Святым. А как стать причастником Духа Святого? То, что Он говорит, сделай, если я делаю, то я с Ним что? Причащаюсь или соединяюсь. Принимая Духа Святого внутрь, не противясь, а веруя и рассуждая об этом, заметьте, я что? Съедаю Христа хлеб, шечи с небес, и Он пришел ко мне и вошел, да, у меня? Я его съел, принял. Помните, иудеи, евреи, когда шли по пустыне, что говорили о манне? Опротивела нам эта негодная пища. Вы знаете, люди, которые не живут по Слову Божьему, а выкручиваются, оправдываются, вот когда им читаешь, они говорят, когда ты уже кончишь, это называется то же самое, опротивела нам эта негодная пища. Ну, рассказал бы что-нибудь такое вот жизнерадостное. А заметьте, а те, кто слушает, заметьте, это пища, хлеб небесный, опротивела? Чем больше слушаешь, чем больше читаешь, чем больше вникаешь, чем больше пользы, тем больше радости и восторг. и говоришь, так я этот стих пятнадцатый раз считаю и пятнадцатый раз еще более глубокая мысль открывается. То есть вы поняли, почему царство небесное подобно закваске? Дрожь же что делает? Подоложите капельку и бухтят, и бухтят, и бухтят, вот так и Слово Божие. Внутри оно не стоит на месте. И дальше, смотрите, написано. И вкусивших благого глагола. Глагол. Это как бы слова, сказанные, глаголющие Богом. Что значит вкусивших? Убедившихся на опыте, на практике, вначале, когда пришел к Богу. Вкусивших благого, хорошего глагола Божьего. Почему хороший глагол? Потому что если будешь слушать, тебе будет хорошо. И дальше написано. И сил будущего века. Знаете, что такое силы настоящего века? Ибо все, что в мире. Похоть плоти – это сила. Похоть очей и гордость житейская. А что такое силы будущего века? То есть, этого века еще нет. Этой силы я еще не приобрел, но я-то к ней стремлюсь, что это за силы будущего века. Любовь не перестает. Не превозносится. Никогда. Постоянно такая. Не раздражается. Терпение постоянное, совершенное. И дальше написано. И отпадших. Заметьте, так как же они отпали? А пришлись некоторые и стали делать ударения. На что? Вот надо дни, вот надо праздники, вот надо вечери, вот здесь нужно обрезание, вот здесь нужно щепетильный обряд сделать. И заметьте, вы согласитесь, что если человек борется, 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 но душа-то наша хочет отдохнуть, правда? Пять минут, говорит, приляжу. Когда на пять минут прилягли, согласно, на шестой не встается. Вот часик вздремнул, часик вздремнули, еще немножко вздремнул, а потом уже вечер, а сегодня уже нечего и делать, уже день все равно прошел. Натура такая. Да, она имеет тенденцию уставать. И люди вот работали, боролись, кушали, радовались, а постепенно эта монотонность, борьба, ну как бы, приводила человека в уныние, привыкал к этому. И заметьте, начала охладевать первая любовь. Далее к месту подошли те, которые стали делать ударение, что святость от чего? Нет борьбы. Мы же по благодати спасаем. Что такое по благодати? Не работали, не работали, а нас накормили. По благодати, по вере, а не по делам. А ты вот это вкалуешь, вкалуешь, как Папа Карло. И заметьте, согласитесь, утомленному приятные такие слова. Обиженному нужно бороться с обидой. Кто-то говорит, борись с обидой. О, был бы друг, а другой приходит, я тебя понимаю, правильно, я тоже такое пережил, это такое гад, это такая рассекая. Правда приятно? О, друг. И заметьте, утомленной душе со временем наступает на такой момент, что ей нравится, что учение о том, что можно на обряды съехать и щепетильность в тех вещах проявлять, а главное, суд, милость и веру, да? Девять десятин. Забыли. А заметьте, приносим десятину, тми, тмина, они соймяты. То есть щепетильность обрядов, с праздников, церемоний. А главнейшее в законе что? Любовь к Богу к ближнему или щепетильность в обряде, что главнейшее? Что главнейшее в машине, покраска или чтобы она была экономичной и хорошо ездила? Конечно, не покраска. И вот здесь мысль такая. И если потом отпадших, опять, заметьте, сказано в начале, невозможно. Тот, кто вкусил, вы вчера задавали вопрос, что такое хулак смерти? Если я внутри услышал, вот о чем мы вчера читали с 12 главы Матфея, услышал, я уже почувствовал, попробовал, убедился, внутри мне четко я уже знаю, что так должно быть, это и есть истина. А потом я устаю и начинаю этому голосу внутри противостоять и оправдываться, выкручиваться, хитрить и лукавить. И заметьте, если ты вкусил, попробовал, знаешь, этот голос говорит, а ты осознанно как трактор, прешь против него, то написано и отпадших, то есть воспротивившихся Богу, Духу Святому, невозможно опять их обновлять покаянием. То есть заметьте, кто не вкусил, не попробовал, был в заблуждении и не знал, и заблуждался, то его что? Можно привести. Но кто осознанно боролся, то совершается хула на Духа Святого. И их невозможно опять обновлять покаянием. Почему? А потому что вы будете рассказывать, как это хорошо, а они знают, как хорошо, и сознательно пошли плохо. И невозможно опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия. Теперь слушайте внимательно. Распинают в себе. Заметьте. В себе. На себе не распинают. Приняли закон. Не кради, не убивай. На себе не распинаем. Но Бог говорит, я же хочу, чтобы не только рука не крала, а еще что? И в сердце не было желания. Чтобы не только тело не прелюбодействовало, но и желания внутри не было. Правильно? А теперь смотрите. Тут мы разрешили, уже распяли руку. Ну, соблазняет отсеки, но уже не протягиваю руку и не ворую. Но так хочется. Тело уже не ходит. Я его, как говорится, пригвоздил. Не гуляет, а так хочется. И заметьте, Христос говорит, я хочу внутри еще помочь вам распять. А тут, слушайте, распинают в себе. А заметьте, внутри кто работает? Дух Святой. В. Это Он хочет во святом святых нашего храма что сделать? И там Дух Святость вложить не только снаружи, но и внутри. Снаружи петь Моисея по откровению 14-15 главы снаружи. Закон относится до плоти снаружи. Это святое храма, да? А внутри кто работает? Песень Ча Агнца. Работа Сына Божия Духом взятым в сердце. И заметьте, распинают Сына Божия. Мы вот говорим, вот некоторые люди, такие бандиты, они распяли Христа. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, мы занимаемся тем же самым. Просто если бы Он говорил те же самые слова, что Он нам Духом говорит, и стоял перед нами, мы бы что сказали? Вараву отпусти, а этого предай на распятие. Почему? Неприятно. И заметьте, мы распинаем Сына Божия. Как? Он нам говорит, а мы что? Это к баптистам относится. А это к православным относится. А это к папе Римскому. Нет, это не к папе Римскому, а к маме Киевской. Это к вам, товарищи, и к папе Киевскому. Что вы все туда направляете Бога. Иди туда, там хуже, чем я. Кто-то. Заметьте, распинаем Себе. То есть, заметьте, почему у вас святой и святых в нашего сердца не входит Христос? Распинаем как? Он сучит дверь, в нашу завесу, а завеса какая? Жестоковына. Вы поняли? Плоть возмущается. Потому он не может войти. И дальше написано. Когда они распинают в Себе. Вы поняли? Во святом святых война объявлена Христу. Противление Духу святому. Потому внутри мы не меняемся. Потому с нами Христос не может заключить новый завет. Остается только ветхий, снаружи. И мы в том не пребываем. И дальше написано. И ругаются ему, как ругаются. Скажите, когда мать говорит ребенку, сделай то, а он наперекор три слова или пять, что это называется? Ну, если бы он сказал, пошла ты куда, знаешь куда, но за это мог бы получить. Он так уже не говорит. Он что угодно придумывает, лишь бы не пойти. Лишь бы выкрутиться, не признаться и не сделать, что его просят. Вы поняли, где мы ругаемся? Это внутри происходит. Когда есть голос Божий, а мы противимся, то потому и говорится, хорошая мысль приходит опосля. Почему? Мы ее отталкиваем, мы не хотим слушать, мы Богу закрываем рот, молчи в нашем доме. То есть внутри меня. Так вопрос возникает, Христос хозяин этого дома? Нет. Вопрос возникает, мы верующие христиане? Это называется антихристы. Кто заметил слово анти? Это против. И если я внутри протестую, вот это называется антихристы. Это почему в послании Иоанна, помните, ибо много антихристов появилось в мире. Кто такие? Люди, противящиеся внутри голосу Христа. Они являются антихристами. Если я не служу Богу, то служу автоматически кому? Дьяволу. И дальше написано. Земля, пившая, многократно сходящая на нее дождь. Заметьте сравнение. О какой земле идет речь? Люди символизируют зачем? Землею. А в 9 главе мы будем читать земная скиня. Святое в храме символизирует земное состояние человека. А святое святых это что? Небесное. По 2 Коринфянам 5 главы 1 стих буквально там написано. Когда разрушится земной наш этот дом, это хижина. Помните? Это ветхий, земной, невозрожденный человек. Тогда будем иметь нерукотворенный дом вечный, жилище на небесах. Это что? Возрожденное состояние души. И вот здесь сказано земля. Почему? Заметьте. Мы земные, мы перстные, мы грешные люди. И поэтому нам, нашей земле, что нужен? Дождь. А дождь что символизирует? Дух Святой. И смотрите. Земля, то есть люди грешные, пившие многократно сходящий на нас дождь. То есть что? Дух Святой постоянно стучит, то есть сходит на нас дождь. И дальше написано. И произращающий злак, имеется в виду хороший плод, как бы пшеницу, да? Если Дух Святой сходит как дождь на нашу землю, на подское сердце, и мы, повинуясь ему, этому дождю, как бы впитываем, вбираем в себя этот голос, и произращаем злак, имеется в виду злак, пшеницу, да, полезный тем, ну тем людям, имеется в виду, для которых и возделывается. Получает благословение от Бога. Заметьте, какое благословение? Если я принимаю дождь и вырастают добрые плоды, плод Духа, то что? Это уже есть что? Благословение Божие. А производящая терни, заметьте, дождь льет, влага есть, но доброму я не содействую, не сопутствую, я противлюсь доброму, то что растет? Мы можем не сеять сорняки, они вырастают каждый год. Даже дождей нет, в самую большую засуху все погибло. Сорняки, представьте, какой иммунитет вообще, да? Какая способность выживать у сорняка, и какая слабость у культурных растений? Чуть не долили, погибло, чуть перелили, погибло, а сорняк хоть долили, хоть полили, не долили, хоть полили, все равно одним цветом зимой и летом. Сорняк. И заметьте, а производящие, то есть в результате Дух все то есть слышим, но противимся, и производящие, тернии и волосы, это что? Крик, гнев, зависть, прелюбияние, вражды, зависть и ссоры. И заметьте, негодно и близка к проклятию. Почему близка? Если я противлюсь, то этим я говорю, что я негодный материал, с которым Бог может что-то сделать. А почему написано, что не уже проклято, а близка к проклятию? Почему сказано? Каждое очередное противление Духу Святому что делает? Голос Святого Духа в человеке что? Тише, тише, а конец проклятия, когда мы уже совсем что? Ничего не слышим. То есть, полностью глухие. И заметьте, вот то уже проклятие, полное ожесточение наше против Бога. И почему написано близка, что если мы постоянно противимся Духу Божьему, то что мы идем к краю пропасти, после которой у нас просто полет в пропасть, в гибель. И дальше написано, конец которого сожжение. Так заметьте, проклятие это что? Если мы дошли до такого противления, что крик гневу, зависть, обиды, это естество наше, то это, заметьте, что мы уже проклятые, обиженные, раздраженные, завистливые, гордые, это проклятые. А заметьте, обласовение, любящие, снисходительные, простительные, терпеливые, многомилостивые. «Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». То есть Павел как бы говорит, надеемся, что вы не дошли до конца, что вообще уже глухие. Я говорю, как бы хотелось, чтобы и сегодня все верующие, ну, хотя бы, хотелось бы надеяться, чтобы вы не дошли до такого, что вообще не поймут Бога и так останутся глухими, и еще будут знать те, которые будут им говорить для их уже блага и спасения. И мы надеемся, что вы держитесь спасения, хотя и говорим так. Заметьте, как держимся спасения? Дух Святой говорит, плоти неприятно, но нужно взяться, и что? И держаться за эту силу, за этот канат, за эту цепь, которая связана с якорем, а якорь входит во внутреннее, сейчас за завесу. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужившись, служа святым». То есть раньше они что? Хорошо начали, хорошо шли, и Бог не неправеден, Он не забудет, только вы, ну не остановитесь. Мы читали во второй, в третьей главе, «Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть Павел как бы говорит, начали вы хорошо, «Ну не остановитесь, Бог доведет, ничто не забыто доброе, что вами когда-то делалось». И дальше Он говорит, «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной, ну я скажу, твердой уверенности в надежде, что Он, добавляю, будет спасен, оказывал такую же ревность до конца». Заметьте, что является признаком совершенной уверенности, что я дойду все-таки до финиша и буду спасен. Твердая позиция в следовании за Христом, и это нужно пронести через всю жизнь. «Дабы вы не обленились». Вы поняли, что происходит? Борьба со временем, что утомляет. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, смотрите, что есть в церкви, люди одни обленились, а другие что? Подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Знаете, есть книжечки, в которых все обетования были выписаны. Кто 1300 написал, кто 1600, и там часто такой совет, возьмите палец, поставьте туда и скажите, «Ты обещал». Слушайте, вот этот стих надо написать в начале этой книжечки. «Которые долготерпением и верою неотступным следованием за Христом наследуют обетование». То есть, заметьте, чтобы получить обетование, то что? Бог обещал дать им мир и радость и спасение, а я и дом мой, и моему дому обещал. Но для этого что? Вера не психи, не раздражение, не распоясался, не оторвался, вы поняли? верою и долготерпением в противлении греху наследуют обетование. Заметьте, не сразу Бог обещанное дает, а что? После процесса страданий. Проверка нас на прочность, на веру, тверда ли или мягка ли она. И дальше написано. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, высшим, более себя, клялся самим собою, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам долготерпел, получил обетование. Вы поняли? И вера в чем проявлялась? Что он пока сразу и не получал, но что? В этом был непреклонен получу. И хандра его не одолевала. Люди клянутся высшим и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. То есть, раньше было так, если поклялся, это то же самое, что сегодня у нотариуса. Подписали, дальше суд будет разбираться. Твоя подпись стоит, вот оно. Раньше это клятва эту роль выполняла. И дальше написано. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, а теперь обратите внимание, слово наследник, когда мы в наследство вступаем в родительское. После смерти родителей, завещателей, да? А теперь смотрите, чтобы вступить в наследство, нужно умертвить нашу старую плоть, родителей, плоть, в которой мы родились. И только после смерти плоти мы вступаем в наследство нетленное, неувядаемое, которое находится где? во святом святых храма нашей души. Посему Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, заметьте, мы наследники обетования, непреложность своей воли. Что такое непреложность? Что если Бог сказал, то его что? Воля. Не перекладывается, он не меняет, как у нас Конституция все время то отменивается, то дополняется постоянно, в зависимости от партии, которая пришла к власти. И заметьте, непреложность своей воли употребил посредство клятву, чтобы доказать, что я сказал, и так будет, то что? Поклялся. А теперь смотрите, дабы в двух непреложных вещах, заметьте, что только опять непреложных, это то, что уже нельзя переложить, то есть изменить. А что это за две непреложные вещи? Первая вещь, Бог обещал, обетование, это Божья непреложная вещь? Бог, если говорит, Он не ложь говорит, оно сбудется. А вторая непреложная вещь, Он еще и поклялся, чтобы люди не сомневались. Знаете, для чего это пишет Павел? Когда люди говорят, что мы не можем достичь благословения Божьего, не можем научиться любви, которая никогда не предстоит. А Павел что пишет? Если бы Бог даже не поклялся, его обетование верно? А если он еще и поклялся, то в двух непреложных вещах в которых Богу невозможно солгать твердое, смотрите, что такое твердое, опять, твердая позиция должна быть, твердое утешение, кто бы, как бы вам не говорил, что ничего не получится, а у вас что должно быть? Дух всегда утешает, получится, только нужно твердо следовать за этим. дабы твердое утешение имели мы, которые, прибегшие, взяться за предлежащую надежду. Заметьте, надежда, что мы можем войти куда? Во святое святых. Мы ухватились за эту надежду и должны как твердо уповать на то, не колеблясь, потому что сам Бог сказал, заметьте, почему называется Бог всемогущий? Потому что Он все может. Если я с Ним, то всемогущий Бог все может во мне сделать. Да, почему верующие говорят, что не можем? Бог всемогущий, но сатана сильнее получается, правильно? Ну, если мы во грехах живем, и мы объясняем, что мы не можем избавиться от греха. И дальше написано, чтобы мы могли прибежать и взяться за предлежащую надежду, которая, смотрите, для души нашей, заметьте, почему написано не для тела? Телом мы ухватились, что тело можно ну, как бы исправить, что рука может не красть, но душа наша, плоть наша, сердце наше внутри, что? Не хочет подчиниться. И заметьте, это надежда, эта веревка, это канат для души. Вы поняли, заметьте, что это внутренняя наша часть, душа внутри человека, она связана вот этой надеждой, то есть канатом, цепью, или, я говорю сейчас, духом святым, это как цепь канат, а конец этого каната, духа святого, якорь, смотрите, который для души, надежда, что мы туда войдем и все-таки достигнем святости, который для души есть, как бы якорь безопасный, обратите внимание, штука безопасный, от кого эта веревка, от кого канат? От Бога. Значит, если он говорит, ухватись, а я говорю, а вдруг я сорвусь? Я Бог всемогущий, говорю, ухватись. Сколько есть сил, недостающие я добавлю, который есть как бы якорь безопасный, смотрите, и крепкий, то есть что, заметьте, Божья рука крепкая, а почему у нас рвется связь с ним? Потому что мы свою руку отрываем, отпускаем, вы понимаете? Который как бы якорь безопасный, крепкий, и входит, обратите внимание, во внутреннейшее за завесу. Я задавал вопрос, так когда Христос вошел во святые святые, в каком году? Вот Павел пишет в первом столетии. А он вошел во святые святые сразу, как воскрес, ну, после сорока дней, так будем говорить уже, после вознесения земли, да, что вошел и стал пересвященником вовек по чину Милхиседека. И заметьте, он внес якорь с нашего блуждающего корабля, вы помните, почему я говорю, якорь где? Не у машины, а у якоря у корабля. И мы люди, наш, я заметьте, корабль, как хижина старая, как и корабль, разбитый только на плаву держащийся, носит стихия мира сего по морям и океанам. То есть мы как бы непрекаянные какие-то, да? Или непокаянные. И Бог нам дает надежду, что если ты ухватишься за тот путь, за тот канат, по которому Христос влез к Отцу во святой и святых в самое небо, если ты ухватишься, не будешь отпускать, если будешь твердым до конца и будешь слушать меня, а не плоть и всех тех, кто хнычут и плачут в жизни, то что? То якорь твоего корабля, ты пока что в море, канат длинный, ты, может, далеко от святого святых, аж за всеми дворами, да? А смотрите, но якорь твоего корабля уже куда заброшен? Во внутреннейшее, за завесу. И заметьте, если ты ухватишься, а я буду тянуть, и ты не будешь противиться, то твой корабль куда пройдет? В гавань. Эта гавань называется в присутствии Бога. Будешь, как у Бога, за пазухой, и никакая буря мира всего, что твоему кораблю не причинит, никакой боли, никакого страдания. И заметьте, во внутреннейшее, за завесу, куда предтече, предтече, заметьте, что такое предтече, пред нами притек, то есть для нас протоптал, чтобы дорожка уже была какая, ну, видная, протоптанная, куда предтече за нас, то есть перед нами, вошел Иисус. Куда он вошел? Во святое святых, в присутствии самого Бога, и сел с Отцом на престоле Его. А теперь смотрите, Он пред нами притек, чтобы после Него туда же потекли мы, как вода. Куда? Во внутреннейшую завесу. Так смотрите, тут так говорит, что Христос только вошел в тысячу, в каком-то году туда. А заметьте, уже две тысячи лет туда могут входить даже кто? Каждый верующий, твердо верующий, может входить во святое святых. Куда предтече, сделавшись, куда, извиняюсь, предтече за нас, вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину мелхиседека. Отец, смотрите, если Он прошел путь и стал первосвященником, то все входящие туда могут стать кем? Священниками Бога Всевышнего. Могут? Не по избранию церкви, не по корочкам об окончании учебного духовного заведения, а по какому признаку? По действительности, действительной принадлежности ко Христу. Мы причастники, мы соучастники и страданий Христовых, и соучастники славы Христовой. Он священник, а мы с Ним. Вот это называется царственное священство, народ, святые люди, взятые в его дел, дабы возвещать теперь другим людям совершенство, красоту, характера Божьего, призвавшего нас из тьмы, из греха, из святого в чудный свой свет, который где был, ум святом святых. На этом кончаем мы шестую главу. Субтитры создавал DimaTorzok